Здравствуйте, господа! Как-то ряды совсем по ряде. И, собственно, что у меня запланировано на сегодня? Во-первых, я так немножко скомкал параллельную реализацию быстрого преобразования Фурье, поэтому мы ее вернемся к ней еще раз. После чего я хочу, собственно, от этого одного конкретного параллельного алгоритма, на самом деле, как параллельный, я его еще особо даже не представлял. Да, но по сути это параллельный алгоритм. Перейти к краткому обзору вообще математических моделей параллельного вычисления, и я еще приведу пару примеров параллельных алгоритмов. Заодно мы вспомним, какие алгоритмы были на курсе, в этом курсе, и, соответственно, посмотрим, насколько их возможно выполнить параллельно, и можно ли их как-то переначить. После чего у меня... Да, то есть другие параллельные алгоритмы сами по себе не будут связаны с преобразованием Фурье, но после этого у меня запланировано еще связанное с преобразованием Фурье. Другая очень важная вещь – это быстрое умножение. То есть быстрое умножение у нас было методом Карацубе за время n в степени двоичный алгоритм 3, а теперь будет быстрое умножение с помощью быстрого преобразования Фурье в конечном кольце. Да, то есть он будет принципиально быстрее за время n лог n лог лог n. Для этого придется тоже довольно многое смотреть из внутреннего устройства быстрого преобразования Фурье. На самом деле его придется... Ну да, и как бы некоторые вещи на низком уровне придется оптимизировать. Да, то, что мы в принципе уже изучали в связи с преобразованием Фурье, но пока еще до таких уровней подробностей не доходили. Например, каким надо взять модуль, по которому все считается, для того, чтобы можно было эффективно вычислить какие-то действия и подобные вещи. То есть на самом деле это довольно сложный алгоритм, и у меня он будет с небольшим упрощением, но все равно у него асимптотическое время работы останется таким же хорошим. Да. Хорошо. А теперь для того, чтобы перейти к параллельным алгоритмам и сперва к быстрому преобразованию Фурье как к параллельному алгоритму, надо его вспомнить. Итак, значит, у нас имеется какое-то кольцо r, и у нас есть какой-то многочлен степени n-1, иными словами, это вектор а0 и так далее, а n-1, где коэффициент это, собственно, элемент кольца. И сам многочлен тоже определен над кольцом. Ну вот, и мы ставились... Да, изначально у нас была задача вычислить свертку, точнее, циклическую свертку двух многочленов, и мы разобрали, как ее можно вычислить следующим способом. Вначале вот у вас есть два многочлена F и G. Вначале для каждой из них мы вычисляем в каких-то n-точках, есть какой-то набор n-точек, x0 и так далее, xn-1. Вот мы вычисляем многочлены, получаем вектора значений. После этого мы эти вектора значений покомпонентно перемножаем и вычисляем обратное преобразование, то есть находим многочлен, который принимает в этих точках именно такие значения. И, собственно, это и будет... Ну да, это, собственно, и будет искомая свертка. Все это происходит по... Да, все это происходит по модулю, но, как бы, эти подробности мы уже обсуждали в тот раз, сейчас я хочу, наоборот, от них отойти немножко подальше. Хорошо, а, собственно, для того, чтобы все это работало, не важно в каких точках мы их вычисляем, поэтому точки убираются так, чтобы было удобно одновременно вычислить многочлен во всех этих точках. И вот отсюда и появляется первообразный корень из единицы n-й степени, который... Это, собственно, основное определение, которое у нас есть. Омега – это первообразный корень n-й степени из единицы, если... Во-первых, это корень n-й степени из единицы. Так, ну, собственно, это 1. Да, омега – это элемент кольца. Вот в кольце мы его возводим в n-й степень, получаем единицу в этом кольце. Да. Далее, это первое условие. Второе условие – то, что, соответственно, омега в степени k-1 – это не делитель нуля. Да, там l, по-моему, было. Сейчас, какая у меня там была буква. Так. Так, какая у меня была буква? L у меня была, да. Омега в степени l-1 – не делитель нуля для всех l от единицы до n-1. Если же в кольце нет делителя нуля, кроме самого нуля, то тогда, собственно, это означает всего лишь то, что никакая степень омеги меньше, чем n, не будет равна единице. То есть, это действительно единица появляется только здесь. И, наконец, последнее условие, которое мы… Не сразу было понятно, зачем оно нужно. Это то, что n – это обратимый элемент кольца. Ну вот, а нужно это было потому, что дискретное преобразование… Ну да, собственно, дискретное преобразование Фурьей – это вычисление значения многочлена в… Так, a0 и так далее, an-1 – это, собственно, вычисление значения многочлена в точках, во всех степенях омеги от нулевой до n-1. Так, это будет f от омега в нулевой, f от омега в первой и так далее, f от омега в n-1. Ну вот, и, собственно, это мы научились делать за… Да, это дискретное преобразование Фурьей, использующее именно этот первообразный корень n-ной степени из единиц. Их корни могут быть другие, для них будет, соответственно, свое дискретное преобразование Фурьей. Ну вот, а далее мы доказали, что дискретное преобразование Фурьей обратимо. То есть… Ну да, то есть то, что оно обратимо, это следует просто из того, что многочлен n-1 степени восстанавливается по n-точкам, а, собственно, мы получили не просто то, что это преобразование обратимо, а то, что его можно вычислить с помощью такого же дискретного преобразования Фурьей. То есть если мы скажем, что дискретное преобразование Фурьей от a – это будет вектор из каких-то… Так, они у меня кем были? Так, они у меня были… Так, кем они у меня были? Так, они у меня были иксами. Так, значит, x0 и так далее. xn-1. Если это дискретное преобразование Фурьей, то мы берем дискретное преобразование Фурьей с первообразным корнем n-ой степени из единицы обратным к омеге. И мы доказывали, что это всегда будет первообразный корень n-ой степени из единицы. Да. Применяем его как сам. И на самом деле то, что мы получаем, это умноженный на n исходный вектор. То есть это будет n, a0 и так далее, n, a, n-1. Ну, отсюда получается, что да, так как n – обратимый элемент, мы можем этот вектор покомпонентно умножить на элемент обратный к n и получить, что 1n от дискретного преобразования Фурьей вот этого, это, собственно, будет исходный вектор. Вот так это дело вычисляется. Ну да, а дальше мы это дело можем использовать, в частности, для того, чтобы вычислить циклическую свертку двух многочленов. Или, если мы не хотим возиться с циклической сверткой, можно просто добить, можно просто взять константу n вдвое большую, чем максимальная степень, и тогда мы просто умножая два многочлена, их циклическая свертка станет равна обычной свертке. Да, и, собственно, это будет обычное произведение двух многочленов. Хорошо. Да, а теперь, собственно, каким образом это считалось? Сейчас я восстановлю формулы, и мы посмотрим на них уже как на алгоритм. Итак, значит, сперва, как в тот раз было написано, алгоритм был следующий. Быстрое преобразование Фурьей с корнем n-ой степени из единицы омега. Берет он аргументы а0 и так далее, а n-1. А дальше, собственно, что? Если эта процедура... Если n равно единице, то есть у нас вектор длины 1, то понятно, что у нас многочлен состоит из одного свободного члена, его мы и возвращаем. Это и есть значение многочлена в точке 1. То тогда ответ а0. Иначе же мы делаем следующее. Мы берем быстрое преобразование Фурьей для четных половинок, для нечетных половинок. Так, значит, это будет для четных половинок. Быстрое преобразование Фурьей мы вычисляем, используя корень... Значит, первообразный корень степени n пополам из единицы в том же кольце. И это будет омега в квадрате. Так, и это будет, собственно, да. Сюда мы подставляем все четные коэффициенты. Так, это будет до n-2. Так, и n степень двойки. Так, берем нечетные. Вычисляем тоже дискретное преобразование Фурьей этой же процедурой. Так, а после этого, собственно, что мы делаем? Это мы начинаем из них получать нужный нам результат. Это будет цикл для g от 0 до n пополам минус 1. Мы вычисляем x житое. Это житое координата ответа. Это будет, собственно, y житое плюс омега в степени g на z житое. То есть, все это объяснялось на прошлой лекции. Сейчас мне это уже интересно, как некоторая просто процедура, которая что-то считает, и которую мы будем вычислять параллельно. Так. Омега в степени g за житое. Так, и, собственно, на этом ответ вычислен. Ответ это будут все иксы. Так, и уже в тот раз я рисовал картинку, как это считается. То есть, да, вот такого рода картинки мы сейчас формализуем и введем как просто некоторую модель вычисления. То есть, та картинка, которая была в прошлый раз, это называется арифметическая схема. Да, это, собственно, в каждой клетке вычисляется, ну, в данном случае, какое-то число. То есть, в каждой... Да, это особым образом помеченный граф. У него есть входы. И в нашем случае, в случае арифметической схемы, на входы поступают какие-то числа. А далее, да, это ациклический ориентированный граф. Так, и раз это ациклический ориентированный граф, то есть, все идет сверху вниз. И в каждой... Каждая вершина... В ходовой вершине находится сумма чисел, которые написаны в тех вершинах, из которых в нее ведут ребра, с известными коэффициентами. Да, спасибо. Ну, вот, да, примерно так. Значит, в виде графа можно, допустим, выдавать какую-то... Да, в каждом элементе, на самом деле, у него есть некоторое количество входов, в них вычисляется какая-то функция. И выдается, собственно, выдается ответ. Так как я рисую схему, я предполагаю, что все дуги идут вниз, то есть, они все направлены вниз. Это два входа, это один выход. Ну вот, а дальше они могут сочетаться как угодно. Можно здесь этот ответ на что-то умножить, этот можно использовать еще один раз, вычесть и так далее. И на самом деле, в общем случае, то есть, в общем случае, схема такого вида, она не обязательно арифметическая, устанавливается, из какого множества принадлежат вычисляемые значения. Далее берутся функции, какой-то фиксированный набор функций. Это то, что мы умеем делать с этими значениями. Ну вот, например, здесь я неявно использую, что у нас есть три операции. Сложение двух аргументов, вычитание одного из другого и перемножение двух аргументов. Коль скоро множество значений, с которыми работает схема, это, скажем, целые числа или элементы кольца, это действительно так. Ну вот, и дальше все это считается, считается, и в итоге есть какой-то один элемент на выходе. Этот элемент на выходе, это и есть значение схемы. То есть, таким образом, схема вычисляет функцию из входных аргументов в выходные. Давайте даже в общем случае скажем, что на выходе может быть несколько, несколько, собственно, выходных вершин, и тогда получается, что это функция из входов в выходы. Да. Ну вот, и на самом деле чаще используют... Да, то есть то, что мы сейчас увидим в быстром преобразовании Фурье, быстрое преобразование Фурье реализуется вот такой схемой над, собственно, тем кольцом, над которым определено это быстрое преобразование Фурье. В случае, в таком более общем случае, если мы вообще представляем алгоритмы в виде схемы, обычно используется булевая схема. То есть все значения — это нули и единицы, а допустимая операция — это какой-то фиксированный набор булевых функций. Да, но до этого мы еще дойдем, потому что пока что у меня самый лучший, то есть первый пример параллельного алгоритма представимого в виде схемы, который у нас есть, это вот это самое быстрое преобразование Фурье. Ну вот, давайте я сейчас нарисую еще раз, как выглядит эта схема. Значит, первое, что делается, на верхнем уровне мы распределяемся на четные и нечетные коэффициенты и для каждого считаем свое быстрое преобразование Фурье. Вот у нас их 8. Сюда поступают четные, сюда поступают нечетные, здесь считается свое быстрое преобразование Фурье, здесь свое. Так, что делается? В каждом из них они опять рассчитываются на четные и нечетные. Четные, нечетные, четные, нечетные. Так, это, собственно, то, что я делаю. Я записываю рекурсивный алгоритм в виде схемы. Кстати, почему я это могу сделать? Потому что, если приглядеться, в нем нет никаких операций ветвления. То есть, все, что здесь считается, на самом деле, структура вычисления полностью предопределена. Потому что он так, естественно, задается в виде схемы. Если бы там была какая-то логика, то есть, если то-то, 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 если то-то, то-то, это тоже можно реализовать в виде схемы. Булевой схемы, где вы будете присоединять конъюнкциями, дизъюнкциями эти разные случаи. Но вот такого чисто выраженного вычисления в кольце его, конечно, уже не будет, если бы здесь была какая-то логика. А логики здесь нет. Здесь только предопределенный набор операций в кольце. Так, хорошо. Значит, здесь запускаются маленькие быстрые преобразования Фурье. К маленьким быстрым преобразованиям Фурье здесь рассчитываться на четные и нечетные это довольно... Да, это уже тривиально, потому что у нас один четный коэффициент, один нечетный, и на них рекурсивный вызов выдаст сам этот коэффициент. То есть, на самом деле, вот здесь быстрое преобразование Фурье размера 1, оно уже проделано. Да, а после этого быстрое преобразование Фурье для вектора длины 2, оно по циклу назначает эти значения. Значит, это у нас x, это y. В случае n, равного 2, у нас одна итерация цикла. x, единственный, значит, это будет x1, и x0 и x1, им назначается значение. x0, это единственный y плюс омега в степени 0 на z, то есть y плюс z. Вот у нас здесь... Так, здесь, условно говоря, z умножается на единицу. Это было и в тот раз. Но, так как это единица, это ни на что не влияет. Вот так умножаем. А здесь то же самое, только мы вычитаем. Из y z умноженное на единицу. Вот получится здесь вычитание. Ну вот, так же во всех других случаях, потому что они все одинаково считаются по одной и той же формуле. Так, на самом деле... Ну да, сейчас вот надо будет еще раз посмотреть на то, на что мы домножаем. Так. Да, домножаем мы везде на одно и то же. Здесь единички. Потому что это 4 одинаково процедуры. Хорошо, вот так мы досчитали досчитали быстрое преобразование Фурье размера 2. Давайте посмотрим вот здесь, что делается дальше. Вот быстрое преобразование Фурье для n, равного 4. Запустило два рекурсивных вызова. Они ему вот это выдали. Теперь посмотрим, что. У нас две итерации по G. Первая итерация устанавливает x нулевое и x второе по такой же формуле. То есть что такое? x нулевое и x второе. x нулевое это y плюс омега в степени 0 умноженное на соответствующий z. Вот это y нулевое плюс z нулевое, которое умножается на единичку. Так, вот они умножаются. Так, а здесь, собственно, то же самое. x второе это то же самое, только вычитание. Вот это x второе, вычитание. Ну вот и все. Здесь для итерации G равного 1 то же самое, только G равно 1, поэтому мы домножаем на омегу. Так, здесь сумма, здесь разность. Так, и здесь надо не забыть домножить на омегу. Так, по поводу омеги еще важная вещь. А чему равна омега? Здесь мы начинаем с омеги. Но когда мы делаем рекурсивный вызов, мы возводим омегу в квадрат. Поэтому здесь в качестве первообразного корня четвертой степени из единицы выступает уже омега в квадрате. А здесь даже омега в четвертой. И вот это омега в четвертой в степени 0 это и есть вот эта единица. Ну вот, поэтому на самом деле здесь у нас не... Здесь у нас значение омега в квадрате. Хорошо. Так, здесь это сделано. И теперь то же самое. То же самое во второй половинке. И домножаются они то же самое. Здесь на единичку, а здесь на омегу в квадрате. Так, ну и наконец самые большие расчеты будут на внешнем уровне. Здесь n равно 8. Мы вычислили быстрое преобразование Fourier для четных и для нечетных. И теперь мы их объединяем. Цикл у нас выполняет 4 итерации. На первой... Да, каждая итерация работает с x, с одним x, с одним y. То есть вот с нулевыми, с первыми, с вторыми, с третьими. Ну вот с нулевыми что будет. Здесь мы... Да, на что мы умножаем zg на нулевой итерации? На единицу, конечно. Поэтому здесь умножение на единицу. Так, а здесь мы к y ее прибавляем, и это будет x нулевое. Вот x нулевое. Вот эта сумма. А здесь мы точно так же вычитаем, это будет x четвертое. Так, ну и дальше то же самое, только последовательно. Только растут степени омеги. Вот давайте их помножим на все правильное. Здесь они будут умножаться на... Омегу, на омегу в квадрате, на омегу в кубе. Здесь они будут прибавляться к соответствующим y. А здесь будут так же вычитаться. Ну вот, и вот эта структура, когда мы так перекрещиваемся, здесь складываем, здесь вычитаем, она так традиционно называется бабочкой. Хорошо, значит, вот из этих бабочек и построено все вычисление. Теперь, значит, первая вещь, которую я в совсем скомканном виде уже рассказывал в конце прошлой лекции, это то, что все это можно представить в виде, скажем так, последовательного алгоритма, который выполняет одинаковые действия на каждом уровне. Именно потому, что вот эти, скажем, четыре быстрых преобразования Фурье для n равно 2, они мало того, что все совершенно одинаковые в разных ветвях, так здесь выполняются еще и одинаковые действия, действия, да, так, что можно их прогнать одним циклом для всех четырех кусков. Ну вот, собственно, это можно записать в виде алгоритма, который сам по себе хорошо реализуется. Так, значит, ой, как-то не очень у меня хорошее. Так, так, это я сотру, да, первообразный корень n-ой степени из единицы, это уже, это мы просто, я надеюсь, все помним. Потому что они еще понадобятся, когда мы будем писать быстрое умножение. Так, хорошо, и теперь мы, соответственно, берем и записываем, записываем последовательный алгоритм, нерекурсивный, который все это делает. Ну вот, значит, что в нем будет. Первое, что делается, это что происходит здесь с... Да, то есть общая идея такая. Мы будем считать, что у нас вот этот вектор лежит просто в одном массиве. И дальше мы на каждом шаге будем этот массив преобразовывать, получая то, что во всех этих линиях находится на одном и том же уровне. Потому что схема так устроена, что она разделена на n линий, и в каждой значение постепенно меняется. Таким образом, этот вектор постепенно перейдет в дискретное преобразование Фурье от самого себя. Вот так это работает. Соответственно, первое, что делается, это вот этот обмен, который после всех рекурсий приведет к тому, что вот, ну, как видите, вот это, скажем, попало сюда. А вот почему оно сюда попало? На самом деле то, что здесь происходит, это сортировка по двоичной записи в обратном порядке. То есть вначале четные, потом нечетные. Это значит, что те, у кого последний разряд 0 в начале, а те, у кого последний разряд 1, после этого. И так далее. То есть, на самом деле, если посмотреть на двоичные разряды, то, соответственно, да, первым идет нулевой разряд, потом идет четвертый разряд, поскольку четвертый разряд – это 1,0,0 двоичная запись или 0,0,1. Это, да, дальше должно идти 0,1,0 двоичная запись, то есть двойка. Вот она, собственно, дальше идет. Ну и так далее. Поэтому первое, что можно сделать, это вот такое, даже не сортировку, одну заранее заданную перестановку разрядов, которая вычисляется. Ну, в общем, это уже как повезет, ее можно вычислить. Поэтому мы запишем, значит, дано. Так, давайте, да, это будет А0 и так далее, Аn-1. И оно так и превратится в А0 и так далее, Аn-1. Просто это станет преобразованием Фурье. Так, хорошо. Значит, первое – это обменять обратное двоичное запись, по обратной двоичной записи. Двоичной записи. Так, после этого, соответственно, у нас будут итерации в глубину этой схемы. И на каждом уровне мы будем вычислять то, что выдает быстрое преобразование. Да, то есть то, что будет в этой схеме. Соответственно, после... Так, это будет после... Так... Значит, после уровня... После размера 2 – это самое глубокое, где что-то делается. Это будет после размера 4. И, наконец, будет после размера 8 внизу. Вот что делается. Так, хорошо. Значит, теперь это надо записать. Шаг я буду называть буквой S. Это, соответственно, будет S... Это будет S равное 1. Так. Это будет S равное 2. А это будет S равное 3. Так. И, соответственно, цикл будет... Да, и от... Для S... От 1... До двоичного логарифма n. Хорошо. Дальше что происходит? Дальше у нас будет на каждом уровне... Так, значит, мы будем рассматривать вот такие одинаковые куски. И у нас должен быть цикл по номеру куска. Всего кусков у нас будет 2... Значит, размер куска 2 в степени S. Да. То есть здесь кусок размера 2, размера 4, размера 8. Поэтому мы скажем, что m – это 2 в степени S. Это размер куска. Да. Размер куска. То есть это, да, дискретное преобразование Фурье вот такого размера. Так. А затем у нас будет номер куска. Номер куска будет... Вот давайте для S равно 1. Это запишу. Значит, вот этот кусок будет с номером k равное 0, 0, k равное 1, k равное 2 и k равное 3. Вот такие куски. И каждый кусок мы, соответственно, будем одинаково обрабатывать. Так что будет внешний цикл такой. Для... Так, даже у меня k было... Так, ну давайте... Нет, кстати, у меня лучше было в моей записи. Давайте k будут... В качестве k я буду обозначать не номер куска, а номер начальной координаты куска. То есть это будет 0, 2, 4, 6. Вот так. Значит, 2, 4, 6. Ну а на следующей итерации это будет, соответственно, так. Значит, вот здесь это будет k равное 0 и вторая половинка k равная 4. С какого места начинается кусок? А здесь не начинается вот с этих мест. Хорошо. Так, значит, и теперь можно записать, что у нас k увеличивается на m. То есть для k равного 0, m, 2m, 3m и так далее. Собственно, а сколько их у нас будет всего? А всего их у нас будет... Ну да, до n минус m это будет. Так, хорошо. Значит, вот для всех k у нас ставится такой цикл. И после чего мы должны вычислить, какое значение омеги мы там используем. Да, и значение омеги будет... Омега штрих это... Так, значит, омега мы возводим в степень... Так, значит, она должна возводиться... Она возводится в квадрат логарифм... Так, значит, здесь она возводится в квадрат 0 раз, это омега. На этом уровне у нас омега в квадрате, вот это. А на этом уровне у нас омега в четвертой. Значит, омега возводится в квадрат столько раз, сколько... Так, двоичный логарифм n... Это у нас число уровней. А теперь мы вычитаем из него s. По-моему, так. Так, хорошо. Значит, это мы вычислили то значение омеги, с которым должно работать дискретное преобразование фурье на этом уровне. Так, следующее, что делается, это мы будем... Да, далее мы должны... То есть сейчас мы работаем с одним конкретным k, вот, например, с таким куском. Да, или для большего уровня, то есть для дискретного преобразования фурье от векторов большего размера, это будет... Ну, давайте посмотрим сюда. Вот тоже k равно нулю, и мы должны вычислить все вот это. Да, все эти... Да, что здесь потребуется вычислять? Во-первых, потребуется умножать z, то есть вторую половину нашего кусочка. Да, вторая половина должна умножаться на степени омеги штрих. Поэтому, на самом деле, да, чтобы получить эти степени, ну, их можно очень просто, эффективно получить. То есть мы будем просто умножать омегу саму... Мы будем домножать текущее значение на омегу штрих на каждой итерации, чтобы у нас сами собой эти степени возникали. Так, хорошо. Тогда, значит, будет что-то вроде... Это у меня называется бета. Изначально это единица. Вот это то, на что мы умножаем вот эти z. Удобнее смотреть сюда, потому что здесь их сразу много. Но, в принципе, здесь это делается так же, просто итерация будет одна, и бета побывает только единичкой. Так, хорошо, значит. А теперь будет цикл. Цикл будет, на самом деле, вот этим же. Так, это будет... Так, для g равного нулю до m пополам минус единичка. m пополам минус единичка – это, собственно, вот эта первая половина. То есть это вот до n пополам минус единички, как было здесь. Вот по всей первой половине, по всем этим координатам у нас цикл. Да, после чего делать следующее, что для начала у нас... Так, что мы должны сделать? Мы должны вычислить омега в степени житое, умноженное на z житое. Это, давайте, это будет что-то вроде z с крышкой. Вот это и будет вот это произведение. Это z с крышкой получается так. Так, мы берем, собственно, нужное значение из вектора A. Так, а значение из вектора A будет каким? Это будет A. Так, мы начинаем... У нас блок, который мы рассматриваем, начинается с k, после чего мы рассматриваем первые его столько-координат. То есть это будет k плюс g. То есть A с индексом k плюс g. И это мы домножаем на β. Вот так это записывается. Так, домножаем на β, после чего делаем следующее. Мы берем и... Да, и записываем новые значения x житое. x житое плюс n пополам. Так, для новых значений давайте будет еще одна переменная. Это будет y с крышкой. y с крышкой это будет A, собственно... А, сейчас, прошу прощения, это же не k плюс g. Здесь z. z, g и t. Это мы должны взять не из первой половинки, а из второй половинки координату вектора. Поэтому здесь к этому g надо добавить еще m пополам. Вот. Вот это будет правильно. А еще я возьму y с крышкой. Это я просто сохраню значение текущей координаты. А с индексом k плюс g. То есть это будет... Вот, скажем, если у нас здесь g равно 1, это мы сохраним вот это и умножим на β вот это. Вот эти два значения. А теперь мы хотим записать их сумму и разность в те же две координаты. Вот мы прямо их в них и запишем. То есть запишем новое значение А, k плюс g. Это, собственно, y с крышкой плюс z с крышкой. А новое значение А, k плюс g плюс m пополам. Это будет y с крышкой минус z с крышкой. Так, что осталось? Осталось обновить значение β. И значение β... А для этого надо его просто умножить на ω' и все. Так, вот здесь мы его умножим. Вот здесь. Так, β это β умноженное на ω'. И все. Хорошо. Значит, на этом оно заканчивается. После чего... Да, после чего, собственно... Ну да, это все, что делается. И так оно на выходе и выдаст, собственно, дискретное преобразование Фурии. Ну вот. То есть в таком виде алгоритм хорош для реализации, ну, собственно, более-менее на языках программирования. Да, то есть он записан так, как вы его можете написать... Да, как вы его можете записать. И он будет удобным образом обращаться к памяти. То есть это вот так, как его надо практически программировать. А к чему же нужна схема и, собственно, что в нем такого параллельного? Ну да, то есть по схеме уже можно видеть, что, конечно, тут все действительно параллельно. Можно считать, что параллельно работают n потоков данных. Вот один подход к параллелизму. Мы рассматриваем процессоры, которые... Каждый работает со своими данными, и они обмениваются сообщениями. Это такая модель из практической информатики. В рамках этой модели можно считать, что у нас n процессоров. Это вот, так сказать, маленький процессор, у которого свои данные. А далее он обменивается сообщениями на каждом шаге, на самом деле, с одним из своих соседей. Вот, скажем, нулевой здесь обменивается с первым, здесь он обменивается с третьим, а здесь обменивается с пятым. Ну вот, то есть в этом случае получается, что n процессоров у каждого свои ячейки памяти, и они постепенно изменяют свои значения, пока, наконец, каждый процессор не вычислит свой кусок исходного значения. Но эта модель действительно из практической информатики. Она именно хороша тем, что она близко соответствует тому, как некоторые вещи программируются. Поскольку в более реальной модели у вас быстрое преобразование фурьена или вот какой-то такой параллельный алгоритм на очень большом объеме данных. Каждый процессор реально возьмет, конечно, не одно число, а такой довольно большой блок. Они будут обмениваться тоже огромными блоками информации. И так, в общем, параллельное программирование действительно устроено на больших параллельных системах. Да, но я хочу говорить, да, собственно, я не буду пытаться вдаваться действительно в практическое параллельное программирование, потому что это отдельная область, которую, в общем, да, которая не всем нужна и которую надо изучать отдельно. А я хочу, да, а я, собственно, хотел бы рассказать о теоретической модели параллельных вычислений. Схема – это и есть теоретическая модель параллельных вычислений. Однако для того, чтобы она стала осмысленной моделью, ее надо немножко более подробно и со вниманием к некоторым подробностям, собственно, описать. Хорошо, значит, как я уже говорил, схема – это ориентированный граф. В каждой вершине есть входы, есть выходы. Граф ациклический. В каждой вершине вычисляется значение из одного и того же множества, как, например, здесь – это исходное кольцо. И, собственно, есть какой-то элементарный набор операций. Он задан, ну, на самом деле, в зависимости от технических условий, если вы… Потому что схему еще можно рассматривать как, собственно, модель электронной схемы. Электронные схемы сделаны из таких элементов и могут работать именно так. Так. Соответственно, тут вопрос, какие элементарные операции вы реализуете. Да. Но, как я тоже уже успел сказать, в качестве теоретической модели используются, как правило, не арифметические схемы. Арифметические схемы тоже используются. Профурье удобнее всего рассказывать именно через них. А используется булева схема. Поэтому что такое булева схема и вообще что она делает? Сейчас я это определил, после чего хочу показать еще несколько параллельных алгоритмов, которые, ну, так сказать, несложных алгоритмов, но которые, в общем, чего-то интересного в них есть. Хорошо. Значит, ну да, то есть, что нам еще интересно про схему? Это я заканчиваю общие слова о схемах. Во-первых, число элементов. Число элементов – это общее количество действий, которые вы делаете, которые вообще делает схема на входных данных такого размера. И, соответственно, ну, если вы это делаете в электронике, это может означать, в конечном счете, количество элементов в вашей электронной схеме. И чем больше, тем труднее. Если это вы реализуете как-то иначе, все равно это некоторая мера сложности, которая, наверное, как-то отзовется и потребует от вас больших усилий в реализации. А вторая интересная вещь – это глубина схемы. Потому что вот в данном случае длина самого длинного пути – это 2 логарифма n. Потому что здесь еще умножение на степени омеги, поэтому некоторые пути вдвое длиннее других. Да, то есть некоторые самые короткие пути, они длиной в логарифм n, но самый длинный путь – это, наверное, вот это. Да, он длиной 2 логарифма n. Собственно, это и есть время работы параллельного алгоритма, самый длинный путь в схеме. Поэтому, конечно же, хочется его минимизировать. Поэтому, на самом деле, параллельный алгоритм, да, любой алгоритм можно записать в виде схемы, но нас интересуют параллельные алгоритмы достаточно небольшой высоты. И поэтому я сейчас, да, та теоретическая модель, которую я сформулирую, будет следующей. Это, значит, во-первых, есть входные данные длины n. Это n битов. Так, во-вторых, да, то есть на самом деле это тоже интересное ограничение. Например, машина Тьюринга или программа на языке программирования способна принимать данные любого размера. Здесь схема заранее строится под конкретное значение. Об этом я еще поговорю, то есть действительно, как это согласовать с тем, что интуитивно мы должны обрабатывать данные любого размера. Но сперва некоторые другие ограничения, которые нам интересны. Итак, входные данные длины n. Та модель параллельного программирования, которую я рассматриваю. Мы хотим, чтобы число элементов было бы полиномиальным от n. Соответственно, n в степени от единицы элементов. Ну, да, это такое ограничение в теоретической модели. На самом деле, конечно, на практике мы хотим, чтобы их просто было чем меньше, тем лучше. Но вот для того, о чем я буду рассказывать сегодня, этой модели более чем хватит. А второе мы хотим, чтобы все это эффективно, чтобы это все работало эффективно параллельно. Для этого нам нужно, чтобы высота схемы была небольшой. И в качестве небольшой в этой теоретической модели используется то условие, что это какая-то степень логарифма n. То есть высота логарифм n в степени от единиц. Вот такая модель. Ну и теперь, кроме этого, осталось сказать, а что же мы делаем с длиной входных данных. Как мы обеспечим то, что модель применима к любым входным данным. Здесь такое довольно тяжеловесное определение. Но оно действительно для математической строгости, вообще для любой строгости, оно необходимо. А определение следующее. Давайте сперва подумаем, что будет, если на этом мы закончим определение и скажем, что для любого n существует такая схема. То есть, в принципе, само по себе это, конечно, хорошо, что для любого n существует такая схема. Но тут возникнет теоретический вопрос. А можем мы эту схему построить? Потому что, скажем, скажем, можно сделать такую вещь, что давайте скажем, что нам не важно вообще, что нам дали за входные биты. Нам важно просто, какова длина входных данных. Дальше мы возьмем какую-нибудь задачу, например, такую. Нам дана унарная запись машины Тьюринга, и вопрос останавливается ли она на собственном входе. То есть, то, что вы слышали в самом начале этого курса у Светланы Александровны. Да. То в этом случае эта задача сама по себе, конечно, неразрешима. Но для каждого n существует схема, которая дает ответ. Потому что для каких-то n ответ да, для каких-то n ответ нет. И схема всегда есть. Она просто не смотрит на свои значения и выдает сразу правильный ответ. Поэтому, скажем так, в таком виде, без каких-то дополнительных условий, это довольно-таки странная модель, которая совсем не соответствует интуиции. То есть, попросту, если не сказано, каким образом эту схему можно получить, то эта модель, она, в общем, оказывается мощнее, чем можно физически реализовать. Поэтому это все бессмысленно. Поэтому есть четвертое условие, а именно, что для любого n схема можно построить за время тоже полиномиальное от n. То есть, существует обычный алгоритм, который, получив n на входе, за время полиномиальное от n построит эту схему. Ну вот, то есть, условие действительно тяжеловесное. То есть, должна быть какая-то программа, которая ее строит. На самом деле, вот то, что мы написали, скажем так, вот все эти объяснения того, как работает быстрое преобразование Fourier, это, по сути, и есть неформально написанный, то есть, неформальный набросок программы, который такую схему строит. И потому-то, собственно, у нас и есть решение с помощью схемы этой задачи. Хорошо. Ну да. Поэтому это условие, на самом деле, хоть оно, может быть, немножко странно звучит, но оно действительно нужно для того, чтобы это стало осмысленной моделью. Так, значит, сколько у меня осталось времени? А, у меня времени как раз не осталось. Значит, тогда план следующий. Сейчас мы сделаем перерыв. После этого я расскажу несколько простых параллельных алгоритмов, использующих вот такую схемную модель. После чего мы, собственно, займемся быстрым умножением. Потому что, да, для быстрого умножения надо за это время успеть не забыть быстрое преобразование Fourier, потому что в него придется довольно глубоко залезть. Итак, я обещал сперва несколько простых параллельных алгоритмов. Ну, начну с демагогии. То есть, вообще, какие алгоритмы у нас были, что с ними можно сделать. Ну, вот, например, такая задача, как нахождение кратчайшего пути в графе. То есть, если нас интересуют пути из одной вершины, был алгоритм Дейкстра, который прекрасно с этой задачей справлялся. Однако, в чем недостаток алгоритма Дейкстра? В том, что он принципиально последовательный на самом деле. Потому что всякий раз, когда... Да, то есть, у него есть какой-то начальный участок, для которого он нашел пути, он продлевает кратчайшие пути дальше. И для того, чтобы понять существование вот этих кратчайших путей и из правильных мест их вывести, надо знать, что было раньше. И надо уже построить все, что было. То есть, на самом деле, оказывается, что многие самые лучшие алгоритмы, они принципиально последовательны. Поэтому, если мы хотим получить для чего-то параллельный алгоритм, то часто приходится придумать совершенно новый алгоритм. Но, на самом деле, в случае задачи поиска путей в графе ничего принципиально нового придумывать не нужно, потому что нужный алгоритм у нас уже был. У нас было нахождение всех путей в графе через умножение матриц. Давайте посмотрим, как можно сделать это. Если мы хотим найти все пути в графе, это значит, что на входе у нас все пара вершин. То есть, входы у нас будут называться, скажем, х и жи, где и жи — это две вершины. А на выходе мы хотим получить, на самом деле, результат той же размерности. Мы хотим получить у и жи. Это есть ли путь из и в жи. Ну вот. И действительно, через умножение матриц это проще всего делается, потому что, как мы помним, это получается возведением матрицы смежности, к которой добавлены диагональ, в квадрат логарифм n раз. В результате мы получим ее n-ную степень, которая позволит нам получить все пути. Ну вот. Соответственно, что значит возводить в квадрат n раз? То есть, на самом деле, вот это мы считаем матрицей. Здесь чуть-чуть добавляем, чтобы была диагональ. После чего у нас повторяется один и тот же блок, логарифм n блоков, каждый из которых возводит матрицу в квадрате. Возводит матрицу в квадрат. И на самом деле схема выглядит очень похоже на схему для быстрого преобразования Фурье. То есть, точно так же будет n в квадрате элементов, которые будут, можно сказать, изменять свое значение. Но на самом деле, да, вот все это считаются отдельные элементы схемы. Это вот так повезло с этой схемой, что она организована в виде n-линий, на каждой из которых что-то постепенно меняется. Схема вовсе не обязана быть такой по определению. Итак, остается вопрос, а как мы умножаем матрицы параллельно? А матрицы, на самом деле, сами по себе, вот просто обычная формула умножения матриц за n в кубе операции, она сама по себе параллельна. Потому что, давайте посмотрим, собственно, если у нас есть две матрицы А и В, они заданы над каким-то кольцом, они у нас размера n на n. Тогда, соответственно, их произведение А, В, элемент С и Ж, это будет, собственно, сумма по всем ка от единицы до n произведений А и К на B, К, Н, на B, К, Ж. Хорошо, вот такая формула. Собственно, что будет, если мы ее вставим здесь? То есть каждый элемент мы считаем по такой формуле. Всего надо будет вычислить сумму из n произведений для каждого элемента. То есть вот у нас то, что мы считаем, возведение в квадрат матрицы. Вот мы берем эти два n каких-то элементов, и из них мы хотим получить один единственный выход С и Ж. Вот так выглядит вычисление каждого С и Ж. Да, то есть всего элементов потребуется, если вот прямо эту формулу записывать, n в кубе, но общее число элементов в этой схеме будет n в кубе умножить на алгарифм n, но это полиномиально-полиномиально. Высота будет, вот с высотой вопрос. Элементов у нас всего логарифм. Здесь нам тоже надо успеть за какую-то степень логарифма по высоте. И на самом деле делается это очень просто. То есть что нужно, чтобы вычислить сумму из n произведений? Так как сумма ассоциативна, мы можем взять и организовать ее вычисление в виде дерева. Вот, скажем, 8 элементов мы хотим сложить. Мы сложим их попарно, еще раз попарно и еще раз попарно. То есть таким образом мы можем вычислить сумму из n элементов за логарифм n действий. Вот и получается, что на верхнем слое мы вычислим все произведения. Здесь все произведения. А потом здесь будут вот такие деревья. Для каждого отца и житого. И высота деревьев логарифм n. Поэтому получится, что у нас всего полиномиальное число элементов. Да, есть немножко промежуточных элементов, но их не более чем... Число элементов за счет вот этих деревьев не более чем удвоится. Да. Поэтому число элементов остается полиномиальным. Высота логарифма n в квадрате. Это логарифм n в степени константа, то есть полином от логарифма. То есть это и есть вот тот самый параллельный алгоритм, который мы искали. Кстати, стоит сказать, что вот такое определение схемы, как модель вычисления, то есть на самом деле это модель сложности вычислений, она предвосхищает то, что у вас будет в третьем семестре, и там начнется теория сложности вычислений. И вот в теории сложности вычислений класс задач, который решается на таких схемах, называется nc. А если мы говорим... Если мы требуем, что высота схемы – это логарифм n в степени k, то тогда класс называется nc k. То есть это не самый распространенный класс сложности, но вот, да, так получилось, что в этом курсе алгоритмов, что этот курс алгоритмов привел меня именно к нему. Хорошо, значит, вот это простой пример того, простой пример задачи, которая решается на... Ну да, и все это, конечно, происходит не в кольце, это все происходит в булевом полукольце. То есть это какое-то полукольцо, в данном случае булева. На самом деле, да, еще один вопрос, о котором я не говорил, и который на самом деле важен, это вот у нас есть арифметическая схема, а как мы из нее получим булевую схему? Я ввел только булевую схему как модель вычисления. Значит, булевую схему очень просто, что быстрое преобразование Фурье вычисляется в каком-то одном конкретном кольце по модулю. Вот когда мы его вычисляем в кольце по модулю, то есть это не произвольное кольцо, которое непонятно как записать, а именно целое число по модулю, то это значит, что число по модулю можно записать фиксированным числом битов в каждой клетке. То есть на самом деле то, что здесь написано, это немножечко чуть более высокого уровня схема. Ее можно довести до состояния булевой схемы. Просто каждая вершина превращается в группу вершин, в которых в двоичной записи записано то число по модулю, которое там вычислено, после чего строятся маленькие схемки для вычисления сложения и умножения. Ну вот, и это приводит нас к интересному вопросу. А как мы, собственно, вычисляем сложение и умножение? Не займет ли это большого времени? Ну, в случае быстрого преобразования Фурье, конечно же, если мы разумно выбираем модуль, по которому он считается, то модуль должен быть, в общем, то число битов в модуле, вроде бы мы хотим, чтобы оно было не очень большим. На самом деле число битов в модуле, как мы увидим сегодня в случае быстрого умножения, оно, в общем, бывает иногда больше, чем хотелось бы. Поэтому, на самом деле, если модуль большой, это значит, что запись этих элементов потребует существенного числа битов, и это число битов может быть сравнимо с числом n, размерностью задачи. Поэтому, если мы вычисляем сложение и умножение как-то не очень быстро, то есть со схемой довольно большой глубины, то это может привести к тому, что задача уже перестанет считаться в классе nc, такими схемами, схемами глубины логарифма n в степени k. Поэтому, на самом деле, к вопросу о том, каково время работы параллельных алгоритмов для сложения и умножения, к нему надо подойти даже вот с точки зрения вычисления быстрого преобразования Фурье более серьезно. И сама по себе это тоже интересная задача. А за какое время мы вообще можем складывать и умножать параллельно? Ну да, собственно, что значит складывать параллельно? До умножения нам еще надо дойти. Давайте займемся простым сложением. Вот у нас есть два числа. Одно число это an-1 и так далее, а0 в двоичной записи. Другое bn-1 и так далее, b0 в двоичной записи. Мы хотим их сложить. Что это значит? Ну вот мы сложим их по модулю 2, получаем перенос, он будет называться c1. Сложим a1 и b1 с переносом. Опять здесь результат, сюда идет перенос c2 и так далее. То есть на самом деле сложение в столбик, оно принципиально последовательное. Для того, чтобы вычислить последующий разряд, по крайней мере по определению, чтобы вычислить последующий разряд, надо вычислить все предыдущие и перенос. Иначе откуда мы возьмем этот перенос? Ну вот, то есть на самом деле мы сегодня увидим, что этот перенос можно вычислить параллельно, используя схему логарифмической глубины. И все это доведет нас до того, что можно и быстрое преобразование Фурье вычислить схемы логарифмической глубины, даже если там довольно большой... Все это вычисляется в кольце по довольно большому модулю. Ну вот, а сперва, вот прежде чем подходить к задаче к параллельному алгоритму сложения двух чисел... Ну да, то есть, еще раз, параллельный алгоритм... То есть алгоритм сложения двух чисел, естественно, складывает их за линейное время. Но беда в том, что каждый последующий бит результата его вычисление зависит от предыдущих вычислений. Нам надо копить перенос. Поэтому схема, она, к сожалению, будет выглядеть как-то вот так. И в ней будет линейное число элементов, но высота тоже будет линейной. Вот этого хочется избежать, потому что это то, что нам запрещено. Итак, значит, прежде чем приводить алгоритм, который это сделает, у меня есть более простая задача, на которой мы, собственно, главную идею этого алгоритма и получим. Да, а идея... Да, а задача, собственно, следующая. Это задача вычисления префиксных сумм. Префиксные суммы. Что это такое? Нам дано А1 и так далее, АН. Ну, просто какие-то числа, на самом деле... Ну, давайте будем считать, что это целые числа, с которыми мы как-то умеем обращаться. Так, а надо вычислить... Я хочу вычислить вектор B1 и так далее, BN. Так, давайте лучше... И раз это сумма, это будет S1 и так далее, SN. Вектор этих сумм, где каждая S и T... Так, каждая S, K, T, это будет сумма... Каждая S, K, T, это будет сумма первых K элементов нашего исходного массива. Ну, вот такие префиксные суммы. Да. Какое это имеет отношение к сложению, мы еще увидим. На самом деле, это общий метод, который позволяет строить... Скажем так, это один из некоторых примитивов построения параллельных алгоритмов, которые мы сможем применить, в частности, к сложению двух чисел. Ну вот. И как его можно вычислить? Ну, да, он вычисляется очень просто. Давайте запишем это как рекурсивную процедуру. Итак, значит, префиксные суммы... Префиксные суммы от A1 и так далее, An. Сначала мы возьмем и сложим пары соседних чисел. И получим, собственно, вектор A1 плюс A2, A3 плюс A4 и так далее. А потом мы возьмем... Да, то есть, что мы сделаем сразу же с этим алгоритмом? Это мы, собственно... А, давайте сейчас отдельный случай. Если n равно 1. Если n равно 1, то тогда ответ, это, собственно, вектор, состоящий из A1. Хорошо. Иначе. Да, иначе можно разбить числа на пары, хотя бы одна пара там будет. Да, и давайте для простоты будем считать, что n степень двойки. На самом деле это... Да, то есть n это 2 в степени L. На самом деле, если этот алгоритм реализовывать, это условие совершенно не нужно. Оно просто удобно для того, чтобы о нем сейчас рассказывать. Потому что у нас всегда этот вектор делится на 2. Итак, значит, мы берем пары последовательных элементов, то есть разбиваем их на пары, после чего вычисляем их префиксные суммы. Вот это будет какой-то ответ. Ответ это будет какие-то t1 и так далее, tn пополам. Это вычислиться префиксные суммы. Так, или мне лучше их обозначить. Ну, давайте, да, n пополам. Префиксные суммы от вектора последовательных пар. Сумм двух последовательных элементов. a1 плюс a2, a3 плюс a4 и так далее, an минус 1 плюс an. Ну вот, значит, эту штуку мы вычислили. А теперь давайте посмотрим, что же здесь получилось. Это удобно нарисовать на картинке. Вот у нас есть a1, a2, a3, a4 и так далее, an минус 1, an. Мы запустили, да, мы вычислили их суммы. Так, значит, вычислили суммы. Сейчас, в каком порядке это лучше делать? Так, значит, здесь так. Вот здесь я буду это рисовать. Вот так мы вычислили суммы. Вот именно так удобно нарисовать. Так, значит, после чего мы получаем, рекурсивно вызываем эту процедуру, и она нам выдает вектор такой же длины, в котором будут префиксные суммы. А что она выдаст? Здесь будет a1 плюс a2. Так это же второй элемент нашего ответа. Вот мы его сразу выводим. А здесь нам надо просто a1. Мы выводим a1. Это первые два элемента нашего ответа. Далее что у нас будет? Что такое второй элемент префиксной суммы, который мы вычислили? t2. Второй элемент это a1 плюс a2 плюс a3 плюс a4. Так это же четвертый элемент нашего ответа. Нам осталось вычислить третий. А третий это что? Это сумма a1 и a2, к которой добавляется a3. Вот так. И, собственно, так оно считается и дальше. Давайте еще один блок припишу, чтобы это было видно. Так, значит, дальше у нас будет a5, a6. Вот мы также вычислили сумму, скормили этому алгоритму. Он нам что-то дал на выходе. Так. И, наконец, в конце, как было, сумма aN минус 1, aN. Здесь нам... Да, в конце нам на самом деле что дали? Ну, хорошо, давайте сначала... Третий элемент того, что нам дали. Это сумма от a1 до a6. Хорошо, это наш шестой элемент. А здесь осталось взять предыдущую сумму и добавить a5. Ну и так далее. Это все считается. Так. Так, хорошо, значит. Да, сейчас это довольно... Давайте вот так напишу. Этот элемент здесь же не считается. Так, а здесь, а вот это вот... Так, надо пометить, что считается здесь. Здесь считается вот это, вот это, вот это, вот это. А остальные это просто проходят провода, которые добавляют что-то к вычисленному значению. Ну вот, ну и так далее. И здесь тоже предыдущий результат есть какой-то. К нему добавляется aN минус 1. А здесь просто вот этот бит результата. Ну вот, то есть таким образом что получилось? Получилось, что мы уменьшили... То есть мы разделили размерность задачи на 2. И при этом мы добавили, собственно, 2k для не самого длинного пути. Всего таких шагов рекурсии будет логарифм n. Это будет логарифм n. Глубина рекурсии, это да. И для каждого уровня рекурсии мы прибавляем 2. Поэтому отсюда получается, что... То есть двоичный логарифм n. Что 2 двоичных логарифма n – это, собственно, глубина схемы. Ну вот, это то, что мы хотели. То есть префиксные суммы хорошо считаются. Ну вот, с префиксными суммами, на самом деле, да, прежде чем я перейду к сложению, есть еще довольно веселый пример. Веселый пример следующий. Что, в принципе, есть довольно большая область исследования в алгоритмах. Это параллельный алгоритм сортировки. На самом деле параллельный алгоритм всего изучаются в разных вариантах, потому что это действительно нужно. А, собственно, о параллельных алгоритмах сортировки как-то особо отдельно я говорить не буду. Я только расскажу об одном, который просто интересен тем, что он легко выводится вот из этой идеи. А алгоритм следующий. Мы возьмем обычный quicksort, который, я надеюсь, все помнят, и его сделаем в параллельном варианте. А, собственно, чего там непараллельного? А непараллельного там то, что надо раскидывать элементы вокруг опорного элемента, и это раскидывание, оно принципиально, то есть то, как оно реализуется, оно реализуется последовательно в обычном quicksorte. Мы хотим сделать параллельный вариант раскидывания, чтобы схема была небольшой глубины, и тогда, собственно, на тех же условиях, на которых quicksort работает за хорошее время, он здесь даст хорошую глубину. Потому что, конечно, как мы помним, quicksort в неудачном варианте, если он плохо будет все время выбирать опорные элементы, то у него глубина рекурсии может стать линейной, и, соответственно, на каждом уровне будет выполнять линейное число операций, ну а в нашем случае тоже высота схемы получится линейной, и с этим уже ничего не поделаешь. Поэтому, на самом деле, да, тот quicksort, который мы сейчас получим, он будет давать схему небольшой высоты, то есть порядка, логарифм в какой-то степени, только вот на тех же условиях, что и обычный quicksort. А разве сортировку с слиянием не дают такие куманы? Ну, сортировка с слиянием, ну, в чистом виде сортировка с слиянием, она же требует слияния, а слияние, оно тоже последовательное. На самом деле, да, существует вариант сортировки с слиянием, работающий параллельно, но он довольно сложный, и он, главное, использует не эту идею. А мне сейчас хочется эту идею проиллюстрировать, после чего мы с ней будем складывать. То есть я так просто нашел место, куда можно вставить параллельный quicksort. Итак, значит, как работает параллельный quicksort? То есть быстрая сортировка. Так, значит, задача какая, что у нас есть массив, у нас есть какое-то значение опорного элемента, там массив будет a1 и так далее, an, есть какой-то опорный элемент b, то есть это просто опорное значение. Он не обязательно даже где-то здесь будет. Да, и дальше мы хотим, собственно, эти элементы переставить так, чтобы все меньшие b были с одной стороны, все большие b с другой стороны. А где пройдет середина, это мы заранее не знаем, потому что для этого надо посчитать, сколько меньше, сколько больше. Это может быть что угодно. Да, хорошо. Соответственно, что для этого мы делаем? Мы возьмем этот массив и запишем для него следующее. Каждый элемент мы сравним с опорным элементом. И если он меньше, чем опорный элемент, то мы здесь запишем единичку. А если он больше, то ноль. И так мы сделаем с каждым элементом. То есть мы получим из первого вектора второй вектор. Но, естественно, все это совершенно параллельно получится, потому что мы элементы друг с другом не сравниваем. Мы сравниваем их только с опорным. Ну вот. А дальше для этого массива мы вычислим префиксные суммы. Префиксные суммы мы считать умеем. Значит, вот для этого массива из нуля единичек. А дальше что получится? Дальше окажется, что в каждой клетке у нас находятся, то есть, скажем так, те элементы, которые больше, чем опорный, мы сейчас вообще не рассматриваем. Я рассматриваю задачу, как разместить элементы, меньшие, чем опорные, в своих правильных местах. И как их разместить в своих правильных местах. А вот то, что здесь будет префиксной суммой, это и станет правильным местом. Потому что давайте я сейчас это, да, это, наверное, лучше на примере привести, раз я это формально не буду задавать. Так, значит... Так, давайте я это здесь напишу. Так, вот у нас есть какой-то массив. Так, и будет там что-то вроде 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. А опорный элемент 5. Так, значит... Так, первый массив, который мы делаем. Здесь меньше, чем 5, единичка, 0, единичка, 0, 0, единичка, 0. Теперь префиксные суммы для него. Это будет 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4. Теперь... Но нас интересуют только те значения, то есть только те элементы, которые меньше, чем b. То есть нас интересуют... То, что какие меньше, чем b, это мы знаем, это у нас запомнено. Соответственно, нас интересуют только вот эти вот значения. И, как видите, каждый из них получил тот номер, в который его надо переставить. А дальше они переставляются в те номера, которые там указаны. Для этого надо писать... Для этого надо как бы в схеме записывать какие-то мелкие элементы, которые это будут в нужные места записывать. На этом я останавливаться не буду. Это, в общем, скорее вопрос уже... Скорее вопрос уже мелкой реализации булевых схем. На самом деле, про булевые схемы изучается довольно много именно то, как их строить. Потому что это некоторая основа электроники. Что, в конечном счете, эти булевые схемы строятся, и надо уметь это делать. Но, опять-таки, мы это подробно изучать не будем. Главное, что параллельно вычислены места, куда это можно записать. А дальше параллельно каждый элемент можно записать в свое собственное место. Да, то есть это займет довольно мало времени. И, собственно, те числа, с которыми нам придется работать... Ну, так как у нас булевые схемы, нам вот эти номера позиций тоже придется где-то в двоичной записи записывать. Но двоичная запись будет занимать логарифм N-битов. Поэтому это все будет... Все эти действия будут выполняться эффективно. И глубина от этого сильно не увеличится. Ну вот, вот так это дело работает. Ну и действительно, параллельных алгоритмов сортировки много. Этот интересен тем, что он очень прост и реализуется с помощью префиксных сумм. А теперь, как я обещал, давайте будем учиться параллельно складывать числа вот с использованием этой идеи префиксных сумм. Так, теперь, пожалуй, мне придется стирать фурье, потому что места уже нет. Да, ну, придется без него обойтись. Так, значит, сейчас будем... Да, сейчас мы будем записывать, собственно, эти переносы. И идея состоит в следующем. Что мы хотим... Вот у нас есть два числа, которые мы хотим складывать. И вначале мы вычисляем в качестве задачи просто вычислить вектор переносов. Что там наверху переносится. Если мы его вычислим, то, в общем, остаток будет уже несложно вычисляться. Но... Так, а как можно последовательно вычислить переносы? Сейчас мы посмотрим следующее... То есть все это основано на следующих соображениях. Что, во-первых, откуда берется перенос? Перенос может возникнуть двумя способами. Во-первых, если... А, да, во-первых, если по какой-то координате, то есть в позициях с каким-то номером, у вас две единички. Это значит, что перенос зарождается в этом месте. То есть вот если где-то при сложении есть... Так, есть где-то аитое, беитое. Если аитое равно беитому, равно единице, это две единички, то в этом случае, да, мы это будем обозначать как, собственно, порождение переноса. То жеитое это единица. Но иными словами жеитое это конъюнкция аитое и беитое. Это зарождается перенос. А второе, что может быть, перенос может, собственно, продлеваться куда-то. Сейчас, как я это назову? Я это хочу назвать. Распространяется он, да. Так, а перенос распространяется следующим образом. Да, если сюда... Да, а еще у нас будет, собственно, сам перенос. Это будет цаитое. Цаитое, перенос... Сейчас, цаитое, да, он сюда пришел. Это вот то, что будет здесь складываться. Так, значит, цаитое это перенос. Так, в каком случае он распространяется? Распространяется. Если в цаитое это... Если перенос сюда уже пришел, и при этом хотя бы одно из аитово и беитово это единичка, то перенос опять будет. Вот это его распространение. Аитое или беитое. Так, а распространение это будет называться пеитое. Распространение. Так, распространение переноса это... Пеитое это, собственно, ци минус один. Конъюнкция аитое или беитое. Вот это распространение переноса в этой позиции. Да. Хорошо. А теперь, собственно... Да. Теперь надо определить, а чему равен сам перенос. А перенос будет равен следующему. Значит, перенос... Вот здесь мы вычислили по этим формулам. Пеитое, жаитое. То есть жаитое вначале, а потом пеитое. Такая пара. Хорошо. А они будут, собственно, определять, а что будет на следующем уровне. Ци плюс первый. Это перенос, который у нас из этих разрядов пойдет вперед. А перенос будет следующий, что ци плюс первое... Это... Либо у нас перенос здесь был порожден. Так, либо он порожден. Либо... Либо, собственно, верно... Так, значит, сейчас пеитое. Давайте вот я немножко по-другому это напишу. Пусть пеитое будет... Вот, вот так будет лучше. Так. Значит, пеитое – это сама возможность распространить перенос. То есть, если хотя бы... Да, вот если... Хотя бы один из двух битов – единичка, то есть возможность распространить перенос, если он, конечно, раньше был. То есть, пеитое – это аитое или беитое. А вот теперь, да, да, теперь, когда я установил эти нехитрые обозначения, давайте запишем условия переноса в следующем разряде. Либо он был порожден в этом разряде, либо он уже был перенос в этот разряде, цитое. И при этом в этом разряде есть условия для распространения переноса. Вот такая нехитрая формула. То есть, я пишу, это все об очень простых вещах говорится, но, тем не менее, эти обозначения позволят нам сейчас получить полезную формулу для этого. Ну вот, и хорошо то, что жеитое и пеитое – мы, собственно, это то, что мы можем вычислить параллельно, это просто конъюнкция и дизъюнкция. А дальше вот эти переносы – это вот то, что я нарисовал здесь. Вот так-то они последовательно и вычисляются. Каждое из следующего. А теперь давайте посмотрим, а что будет, если мы хотим вычислить перенос в разряде ци плюс 2 как функцию от переноса в разряде и. Ну, это мы можем сделать, просто возьмем эту формулу в саму себе, подставим, конечно же. То есть, в принципе, без этих формул можно было бы обойтись, можно было бы посидеть и подумать над двоичным сложением. Но зачем думать, если есть простые формулы, потому что в итоге нам нужны будут формулы. Хорошо, значит, что такое ци плюс 2? Это будет формула для... Вот эта формула для ци плюс 2 – это жи плюс 1 или ци плюс 1 и пи плюс 1. А сюда мы вставляем, собственно, значение ци плюс 1. Вот это мы подставляем сюда. Так, значит, это у нас внутренность дизъюнкция. А теперь нужна еще конъюнкция с пи плюс 1. Так, вот такая штука получилась. Теперь я хочу ее преобразовать, на самом деле, вот к виду, подобному вот этому. То есть, мне хочется получить какую-то общую формулу, которая позволит перенос предсказывать не за один шаг, а за какое-то количество шагов. Так, и что это будет? Так, значит, это будет... А вот это я так, честно сказать, без подглядывания не воспроизведу. Так, значит, что потребуется? Отдельно я хочу вынести все, что не касается вот этого ци этого. А что не касается этого ци этого, это будет g и плюс 1. Или, так, здесь будет... Так, вот эту конъюнк... Так, сейчас, это у меня здесь большая скобка должна была закрыться, я забуду. Да, большая скобка закрылась. Так, теперь, значит, или g и пи плюс 1. Вот это я хочу вывести наружу. Или g и пи плюс 1. Так, это одна половинка, а... Так, а вторая половинка, это будет с участием ци этого. А с участием ци этого это будет, собственно, пи плюс 1. Так, значит, что осталось? g и плюс 1 или... Так, значит, здесь g и пи и пи, а здесь или вот это и это. Или... Так, c и т, и пи и пи плюс 1. Их можно в скобки обвести, просто чтобы показать, что это что-то внешнее. Ну вот, то есть, да, как можно убедиться, что у нас здесь произошло. Что у нас в итом разряде есть пара g и т, п и т. В и плюс 1 разряде есть пара g и плюс 1, п и плюс 1. А в итоге получилась формула того же вида. Что-то или ци и что-то. При этом вот то что-то, оно произошло некоторыми действиями над этими двумя парами. Так вот, теперь мы, собственно, делаем тот принципиальный шаг, который нужен, чтобы применить метод вычисления префиксных сумм. А именно мы рассмотрим то, что происходит вот здесь при соединении этих двух формул в одну. Рассмотрим это в качестве оператора над такими парами. Из зарождения переноса и распространения переноса. Здесь они работают на один разряд, а произведение этих двух пар позволит получить из них действия переноса на несколько разрядов. Вот действия переноса. Это g, давайте это будет g'p', вторая пара. Пара на предыдущем разряде это gp, а это такой оператор. Этот оператор даст нам в первой координате g и плюс один это g' у меня, g' или это g и p' Так, это значит у меня первая координата. А вторая координата это то, с чем берется конъюнкция цитова. Это будет просто конъюнкция p, то есть p и p'. Ну вот, вот получился такой оператор над множеством, да, оператор над такими парами, говорящими о том, что делается с переносом. А теперь, что, собственно, нам нужно от этого оператора. Надо посмотреть, а что нам нужно было от сложения, когда мы вычисляли префиксные суммы. На самом деле, вот этот метод вычисления префиксных сумм, он работает очень много для чего. На самом деле, он работает в любой полугруппе, ничего кроме ассоциативности здесь не нужно. То есть, здесь даже нуля не нужно относить на сложение. Ну вот, собственно, для любой ассоциативной операции вот такие частичные суммы, то есть такие префиксные суммы, их можно вычислить. Поэтому, а здесь у нас получается вот такой оператор над парами, пары мы можем вычислить, и над парами это получится оператор, который тоже ассоциативен. Да, соответственно, ну да, его ассоциативность, да, проверять его ассоциативность, это, честно сказать, мне не очень хочется, но он ассоциативен. Поэтому, получается, что мы можем взять и вычислить такой оператор на некотором блоке разрядов, собственно, с помощью метода вычисления префиксных сумм. Тогда, значит, на входе мы получаем а и b, то есть, вот как написано здесь, два булевых вектора, вычислить g и p в каждой координате, ну, это, очевидно, просто конъюнкции и дизюнкции, после чего мы к таким парам применяем метод вычисления префиксных сумм. И метод вычисления префиксных сумм позволяет нам вычислить, вычислить, собственно, эти значения для каждой координаты. Так, значит, здесь мы получаем g и p для каждой координаты. Так, здесь мы вычисляем из них префиксные суммы. В эту сторону, естественно, то есть, от нуля до старших разрядов, как здесь. Так, префиксные суммы. Так, префиксные суммы нам выдадут такие пары, из которых можно, собственно, получить значение g и p в каждой координате. Так, нет, значение g и p в каждой координате у нас же и так есть, естественно, прошу прощения, что я говорю. Да, нам нужно получить значение c в каждой координате. Да, а значение c вычисляется, собственно, так. Значит, значение c вычисляется по вот этим формулам. А так как мы вычислили действие переноса на целой группе разрядов, префиксную сумму, то мы можем получить значение переноса в каждой координате. Просто применяя вот эту пару по вот этой формуле. Таким образом мы получаем вектор переносов. Так, в c нулевом это 0, да, и так далее, до cn минус 1, до cn еще. Перенос может быть на один разряд вперед. Хорошо, вот так мы получили вектор переносов, а после этого, зная переносы, мы уже можем вычислить в каждом разряде значение этой суммы. Поэтому вот таким образом мы смогли сложить, используя лишь логарифмическую высоту. Тут даже, да, одного логарифма хватит. Ну вот, вот так можно складывать параллельно. Да, ну и прежде чем переходить, собственно, к умножению, к умножению тут до параллельного еще далеко, хотя бы хоть как-нибудь быстро умножить. Да, прежде чем переходить к умножению, я хотел бы еще сказать о том, какие бывают задачи, для которых параллельные алгоритмы неизвестны. Самые очевидные задачи, которые, если подумать, вот должна легко прийти, должна прийти на ум. Вот, допустим, какая, да, то, что я сейчас скажу, это чисто неформальные рассуждения, интуитивные. Вот какая задача, какую задачу машина Тьюринга не может решить? Она не может предугадать, как работает произвольная машина Тьюринга. Тогда вопрос, какую задачу должно быть невозможно решить схемы небольшой высоты? Задача о значении схемы. Дана схема, она вам в виде, вот все эти элементы вам выданы в виде битов на входе. И вам надо вычислить то значение, которое эта схема выдаст. Вот такую задачу интуитивно должно быть трудно решить на схеме, хотя бы потому, что вам могут дать на входе какую-то схему, которая сама по себе имеет очень большую глубину. И тогда, как вы, используя только логарифмическую глубину, сможете ее решить. Ну вот, но это, конечно, чистая демагогия. И, да, однако эта чистая демагогия вполне соответствует современному состоянию собственной теории сложности вычислений, поскольку считается, что как раз вот эта задача решается за полиномиальное время, задача о значении данной схемы, но не решается вот такой схемой. Можно рассмотреть, скажем, из тех задач, которые мы действительно изучали, задачи, для которой принципиально неизвестно, как ее решить параллельно, и тоже, опять-таки, современная наука считает, что это сделать невозможно, но доказать не может. Это задачи построения наибольшего потока в сети. То есть, у нас был метод Форда Фолкерсона, который сам по себе там действительно не очень быстро работал в каких-то случаях, да. Но у нас был еще алгоритм Эдмонса Карпа, который вполне за полиномиальное время ее решал. Но этот алгоритм, ну, в принципе, так, если смотреть очень издалека, то он похож на алгоритм Бейкстера, в том смысле, что что-то последовательно улучшается. И вот этот последовательный процесс, он так хитроумно спланирован, что мысли о том, как это можно распараллелить, в общем, ни у кого нет. И на самом деле тоже в теории сложности вычисления, это, собственно, одна из основных гипотез, что класс НС, задачи, решаемых такими схемами, он строго меньше, чем задачи, решаемые за полиномиальное время обычному алгоритму. Но вот это доказать никто не может, это одна из многих открытых проблем. И в частности, да, если эти классы различны, то задачи, о которых я говорил, доказано, что они такой схемой не решаются. Ну, в общем, это все будет изучаться в следующем семестре, поэтому сейчас об этом, наверное, больше говорить не стоит. Но главное здесь то, что вот да, предполагается, что такие параллельные алгоритмы позволяют решить не все задачи, которые можно решить за полиномиальное время. И есть пример задач, для которых мы действительно это не умеем делать. Хорошо. Так, теперь следующая и последняя, собственно, тема, которую я сегодня рассчитываю успеть, это быстрое умножение. Быстрое умножение, ну как, да, мы, как я уже сегодня вспоминал, методом Карацуба его можно сделать быстрее, чем за очевидное время Н в квадрате. Да, именно так. Именно вот об этом я сейчас и буду рассказывать. Немножко наивного подхода, то есть немножко наивный способ применить быстрое преобразование Фурье к быстрому умножению. В принципе, этим методом тоже что-то можно получить, но я постараюсь рассказать более сложный и интересный метод. Идея следующая, что да, что мы умеем считать с помощью быстрого преобразования Фурье. Мы умеем считать свертку. Вот, собственно, эту свертку мы будем считать и с ее помощью будем вычислять умножение. То есть идея какая? Что вот у нас есть разряды, мы их добьем нулями до того, чтобы этих нулей было достаточно. Да, и у нас это А0, это АН-1. То есть я записываю разряды в том порядке, в каком они умножаются, а с точки зрения быстрого преобразования Фурье это будут от А0 до АН-1. Ну, а второе число, соответственно, от B0 до B-1. АН-1. Ну вот, дальше они умножаются, получается вот такое. Это мы вычисляем сверткой. С сверткой мы вычисляем те суммы, которые здесь получатся. Да. И все это мы хотим вычислить в таком кольце, чтобы переполнения нигде не было. Да. Вопрос, собственно, сколько времени это потребует, как это будет работать. Да, для начала, вот, собственно, наивный вариант стоит следующим, что каждый, я это, собственно, и начал рисовать, что каждый двоичный разряд тех чисел, которых мы дали, становится одним элементом того вектора, к которому мы применяем быстрое преобразование Фурье. То есть у нас были, ну вот, условные разрядные числа, на самом деле, н пополам разрядные. Да, и, соответственно, мы получили, да, мы хотим получить быстрое преобразование, то есть дискретное преобразование Фурье для векторов размера n. Так, и, собственно, дальше что мы хотим? Дальше мы хотим, чтобы, да, здесь у нас высоту будет не больше, чем n, как раз, собственно, да, высоту будет не больше, чем n, поэтому мы хотим, чтобы, ну, на самом деле, можно прямо писать n пополам, конечно, да. Высоту эту будет не больше, чем n пополам. И мы хотим, чтобы в нашем кольце, чтобы в нашем кольце модуль был хотя бы n пополам. Ну вот, теперь давайте посмотрим, какие здесь будут трудности и что будет не очень хорошо работать. Для начала сколько? 10, да, то есть для начала нам потребуется, то есть мы хотим по модулю m, да, то есть давайте это напишем, да, zt. Вот в этом кольце, да, мы хотим считать, где m должно быть больше, чем n пополам. Да, ну, во-первых, нам надо будет найти какое-то кольцо, в котором вообще есть первообразный корень n на степени из единицы. То есть его надо будет как-то найти. Да, об этом я, кстати, пока еще ничего не говорил, то есть что, да, откуда вообще такие кольца возьмутся, они вообще есть, кроме вот пары примеров, которые я приводил. Ну вот, то есть на самом деле для алгоритма быстрого умножения у нас тоже будут особые кольца, в которых можно будет более эффективно некоторые вещи делать. Но давайте сперва посмотрим, вот если нам, ну, просто, есть какое-то кольцо по модулю m, которое подходит, в нем есть первообразный корень n на степени из единицы омега. Да, давайте здесь лучше напишу. Значит, vzm омега – это первообразный корень n на степени из единицы. Так, и далее, что нам придется делать в быстром преобразовании фурье? Хоть я его истер, но, в общем, мы все это помним. Значит, нам придется вычислять… Да, у нас всего n логарифм n действий. Это будет n логарифм n сложений. Ну, умноженный на константу, да, давайте θ от n логарифма n. n логарифм n сложений в нашем кольце. Да, n логарифм n сложений, и еще у нас будет n логарифм n умножений на степень омеги. Ну вот, и на самом деле, если мы ничего не знаем про омегу, ну, да, таблицу степеней омеги мы можем заранее посчитать, то есть, по крайней мере, нам не придется омегу возводить в и ту степень каждый раз. Их там немного будет, мы их все посчитаем. Поставим вектор, будем на них глядеть. Но умножать-то их придется. И далее, для того, чтобы их умножать, это тоже будет занимать время. Соответственно, сколько времени это будет занимать? То есть, у нас... Ну да, то есть, какого размера у нас... Ну да, на самом деле, это все зависит от того, какого размера мы сможем... Да, значит, у нас там будут... Хорошо. Давайте будем считать, что у нас m вот совсем немножко больше, чем n пополам. То есть, можно... Да, что у нас, соответственно, элементы кольца, они... Да, пусть... m соизмеримо с n. Хорошо. Тогда, значит, для того, чтобы представить один элемент кольца, нам нужно будет логарифм n битов. Битов для элемента кольца. Так, логарифм n битов. И у нас для этих логарифм n битов будет n логарифм n операции. А за какое время мы их будем вычислять? Ну да, на самом деле, для каждого из них, ну вот если мы будем очень хорошо их вычислять... Да, хорошо, давайте сперва мы производим эти умножения, вычисляя просто в столбик. То в этом случае у нас вот это преобразуется в o от n логарифм в кубе n. Потому что логарифм n в квадрате у нас потребуется для выполнения одной такой операции. И, в общем, без каких-то дополнительных условий на кольцо, на омегу, ничего принципиально лучше не будет. Нет, ну можно сказать, что мы будем тот же алгоритм рекурсивно применять вот к этому, но тут на самом деле такой существенный скачок в размере чисел, что тот же алгоритм, как показывает практика, для данных такого размера уже подходить не будет. То есть он будет очень неэффективен. Поэтому надеяться, может быть, какие-то асимптотические оценки это и даст, надеяться, что от него будет много пользы, не стоит. А что в итоге получится? Ну хорошо, давайте будем считать, что тем же алгоритмом мы вычисляем вот это. Ну тогда у нас получится, что n логарифм n, а потом мы это умножаем на еще... еще что будет? Значит, каждое действие будет вычисляться за время тоже... В общем, знаете, я, честно сказать, не хочу это считать, это довольно сложно будет подставить. Да, ну на самом деле хотя бы два алгоритма у нас точно будет. Хорошо, это на самом деле еще не все. Так мы вычислили первое дискретное преобразование... ну каждое из двух дискретных преобразований Фурье для двух данных чисел поразрядно. Да, ну в общем это более реалистичная оценка, да. Но никак не меньше, чем алгоритм в квадрате. Так, хорошо. После этого происходит следующее. После этого мы хотим покомпонентно умножить эти векторы. То есть у нас получится дискретное преобразование Фурье от первого числа, дискретное преобразование Фурье от второго числа. И их мы хотим покомпонентно умножить. Это будет n умножений. Но эти n умножения по сравнению с вот этими умножениями, это, конечно, пустяк. Поэтому их здесь всего n, но они тоже есть. Давайте просто не будем забывать о том, что они есть. Так, дальше что мы делаем? Дальше мы применяем дискретное преобразование... Да, это дискретное преобразование Фурье с корнем омега. Теперь мы для этого вектора, который мы получим, мы к нему применяем дискретное преобразование Фурье с корнем обратным к омеге. И получаем еще какой-то вектор. И затем мы все компоненты... Да, это делается за такое же количество действий. То есть фактически это количество действий просто умножается на 3, это не страшно. Да, а потом, наконец, последняя вещь, которую мы должны вычислить. Мы должны каждую координату умножить на единицы, то есть разделить на n. И это получится еще n умножений. n умножений тоже на один фиктированный элемент, на обратный элемент к n. Ну вот, вот это все действия, которые этот алгоритм вычисляет. Ну и действительно, да, в принципе, можно было бы это так доработать, и это бы работало тоже за время n и какая-то степень логарифма. Но алгоритм, о котором я буду рассказывать, он лучше. И его я расскажу... Да, ну и гораздо сложнее, конечно, да. Собственно, основан он на такой идее, что более быстрый результат получится, если мы будем делить числа не на отдельные разряды, а если мы разделим каждое число, то есть давайте считать, что они примерно... Давайте сейчас число n у меня до конца этой лекции, как, собственно, и раньше было. Число n будет относиться исключительно к размерности векторов, которым мы применяем быстрое преобразование Фурии. Поэтому для числа разрядов мне потребуется другое обозначение. Давайте у нас в числе всего будет... Вот число, вот у него нули. И это будет r разрядов. Ну, то есть это, соответственно, r пополам разрядов. Ну и здесь еще одно число с нулями. Хорошо. И идея стоит в следующем, что мы число разобьем на корень из r блоков по корень из r разрядов. Это такая общая идея. И далее, вот в каждом этом... Да, разбив его на эти блоки, мы получим, собственно, дискретное преобразование Фурии размерности примерно корень из r. Но для того, чтобы все это работало, нам еще надо в степень двойки попасть. А кроме этого, есть еще одна важная вещь. То есть это одно принципиальное улучшение, алгоритм, о котором я расскажу. А второе принципиальное улучшение – это то, что мы будем рассматривать особое кольцо. В нем будет особый первообразный корень из единицы, такой, что умножать на его степени будет очень удобно. И вот, пожалуй, с этого-то я и начну. То есть какое у нас кольцо и какую омегу мы сможем найти, чтобы умножать на ее степени было удобно. Значит, собственно, кольцо у нас будет следующее. То есть для начала я еще... Да, сперва... Да, хорошо. Если кольцо, я его определю последующим параметром. Значит, у нас имеется k и n. Это два числа, такие, что... Во-первых, это степени двойки. А во-вторых, собственно, n меньше или равно 2k. То есть k – это больше... Сейчас, то есть n... Да, значит, ну да. Вот такое соотношение должно быть. Да, соответственно, n при этом не может быть равным k. Да, это разные степени двойки. И, соответственно, теперь в качестве модуля... Да, то есть n – это будет размерность векторов в быстром преобразовании Фурье, как она у меня будет все время. А k мне нужно для того, чтобы сказать, что модуль – это 2 в степени k плюс 1. То есть такие числа называются числами фирма. Может быть, у вас были простые числа фирма. Это когда такое число иногда бывает простым. Судя всему, только для конечного количества значений k. Но простота его здесь совершенно не важна. Главное, что это число типа 2 в степени степень двойки плюс 1. И чем оно хорошо, мы узнаем через некоторое время. А пока что я хочу доказать следующее, что... Собственно, это... Это леммы. Что если мы... Так, давайте... Это пока еще определение. То есть мы рассматриваем числа по модулю m. А теперь будет лемма. Что омега, равная 2 в степени 2k, деленная на n, это, собственно, первообразный корень n-й степени из единицы. Ее я доказывать не буду. Это действительно какая-то сложная теория чисел, которую я просто не знаю и не буду пытаться это изображать. Да, хорошо. Значит, вот такое есть кольцо. В нем есть первообразный корень n-й степени из единицы. А вот теперь, о чем я хочу рассказывать, это то, чем хорош такой корень, и ради чего все это делается. Такой особый выбор m, довольно, кстати, неудобный. Да. Значит, это, в первую очередь, это степень двойки. И при этом, так как n меньше, чем 2 в степени k, это какая-то, ну да, то есть это какая-то степень двойки, это число, которое представляется в виде единицы и нули. Так, это вот омега. И именно поэтому умножать такое особенно легко? Да, именно поэтому умножать такое особенно легко. То есть, давайте, да, если мы умножаем не по модулю, а просто, то понятно, что умножить на такое число, это просто сдвиг битов. То есть, это делается действительно легко, без настоящего умножения вообще. Но у нас умножение по модулю. На самом деле, умножить по модулю на такую омегу, это потребует некоторых ухищрений. Ну вот, эти ухищрения есть, и они довольно несложные. Сейчас мы их увидим. Собственно, что мы увидим, это то, что как именно по такому модулю умножать на степень двойки. Эффективно. Ну вот, собственно, это будет лемма, которую мы уже будем доказывать. Пусть m это 2 в степени k плюс 1. Здесь даже не нужно для этой леммы, чтобы k само было степенью двойки. Это нужно для того, что будет дальше, для быстрого преобразования Фурье. Так, а, собственно, здесь пусть m это 2 в степени k плюс 1. Да, тогда существует алгоритм, который вычисляет x по модулю m. Да, и, собственно, сделает он, сделает он, это будет, да, за линейное время от числа разрядов в x. Так, давайте это запишем. Соответственно, вот у нас есть число x, у него есть двоичная запись. Двоичную запись мы разобьем на блоки пока разрядов. Это конец двоичной записи, а вот это блоки пока разрядов. И вот в конце какой-то недоделанный блок. Так, хорошо, вот так мы его разбили. Иными словами, это можно записать. Давайте это запишем. Это будет y0, y1 и так далее, yL. Да, и можно теперь записать, что такое x. Это сумма от i. Так, а давайте даже сейчас немножечко лучше я это запишу. А лучше я запишу вот, как это будет называться z. Вот так неудобнее. То есть нулевой блок называется z, а все остальные называются y с последовательными номерами. А теперь я вот в такой записи представлю, а чему же равен x. x это z плюс сумма по всем блокам и y. Так, а сумма это будет, собственно, каждый y мы умножаем на 2 в степени x. x, то есть это, да, те нулевые разряды, которые там добавляются. Ну, вроде бы правильно. Так, а теперь, да, теперь что мы с этим можем сделать? Да, с этим мы можем сделать следующее, что... Так, значит, а сейчас... Так, значит, это двойка в степени ик, а теперь... Так, значит, а сейчас, но как бы... m это... Сейчас, так... Так, сейчас, да, это нужно... Да, 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 конечно. То есть, в принципе, нам нужен один блок. Но нам дано какое-то большое число, и мы хотим его взять по модулю m. А зачем нам нужно большое число? Смотрите, вот у нас был элемент этого кольца. Мы его умножили на... Даже не на омегу, а на какую-то большую степень омеги. У нас все сразу сдвинулось, и у нас блоков стало много. И мы хотим их обратно спрессовать в один блок. Вот поэтому-то это и потребуется, да. Так, и еще на самом деле, да, у нас все-таки модуль 2 в степени k плюс 1. Это еще там может быть... Одна единичка может быть, и это все равно элемент кольца. Так, хорошо. Значит, что тогда с этим делается? Что такое 2 в степени k? Значит, вот это на самом деле это 2 в степени k в степени i. А 2 в степени k это m минус 1. Поэтому на самом деле это можно записать как z плюс сумма от y и t умножить на m минус 1 в степени i. А что такое m минус 1 по модулю m? Это минус 1. То есть на самом деле мы по модулю m это z плюс сумма i от единицы до l y и t умножить на минус 1 в степени i. Ну вот, то есть получается, что все нечетные y идут со знаком минус, все четные идут со знаком плюс. То есть это попросту z минус y1 плюс y2 минус y3 плюс и так далее. Плюс минус, что там будет, y, ну да, значит, плюс минус 1 в степени l, yl. Ну вот, вот так это получается. И все это, да, все это, собственно, по модулю m. Ну а как это можно сделать? Мы просто берем и вычисляем эти суммы в столбик. И больше ничего делать не придется. Да, поэтому это получается довольно простой метод. А если у нас... Давайте посмотрим, что будет в том особенно интересном нам случае. Если у нас изначально был элемент... Пусть у нас изначально x это элемент кольца. И этот элемент кольца мы умножаем на степень двойки. То что получается? Вот у нас много-много нулей. И вот сюда, наконец, этот x куда-то выехал. Да, вот как-то он там между этими двумя... Так, давайте вот это еще будут... Вот где-то сюда он попал. Ну вот, это значит, что этот x, собственно, один этот x надо будет туда передвинуть. С помощью вот этих сложений и вычитаний. А все остальные нули, с ними даже ничего делать не надо. Потому что здесь одни нули. Поэтому получается, что это очень эффективная операция. Умножение на степень двойки в кольце по такому модулю. Да, то есть вот даже все эти суммы проделывать не придется. Если у вас изначально был один элемент, то только его вы сюда в результате там за 2-3 суммы и перенесете. Ну вот, соответственно, что у нас получается? У нас получается, что в быстром преобразовании фурье нам приходится умножать по модулю. Да, значит, складывать сложение неизбежно. Умножать на степени омеги, это тоже делается за линейное время. Соответственно, вот размера данных. Поэтому это делается эффективно. Да. Так, а далее что делается? Так, далее что делается? Что осталось? Осталось, да. Но с другой стороны, как я уже говорил, мы собираемся взять m достаточно большим, потому что мы разбиваем исходные числа на блоки по корню из разрядов. Да, так как числа будут достаточно большие, это позволит рекурсивно применить этот же алгоритм достаточно осмысленно, поскольку числа останутся большими. А к чему ему придется применять? Вот это не умножение, это сдвиг. И все, очень-очень легкая операция. Соответственно, что у нас еще есть? А вот умножение это вот это. Топ-разрядное умножение дискретных преобразований Фурье, которые мы получим, друг на друга. Вот n настоящих честных произведений в кольце вычислить придется. А после этого что еще останется? Останется еще единица на n. А что такое единица на n? Единица на n, то есть n это степень двойки. Единица на n это на самом деле тоже степень двойки, потому что у нас вот такой модуль. И умножать на единицу на n можно будет тоже эффективно. Это будет тоже умножение на степень двойки. Так, нет, простите, сейчас единица на n. Нет, единица на n должна тоже быть степень двойки, да. Еще одна важная вещь, которую можно было бы забыть, но вот я сейчас о ней, к счастью, вспомнил. Здесь дискретное преобразование Фурье не по первообразному корню омега, а по обратному к омеге. А вот что мы будем делать с обратным к омеге? Ну да, то есть с обратным к омеге он чему будет равен? Он будет равен, естественно, как обычно, омеге, это будет омега в степени n-1. А омега в степени n-1 это тоже степень двойки, только очень большая. Да, то есть на самом деле нам придется умножать на степени двойки только гораздо больше. А плохо ли это то, что степень двойки будет гораздо больше? А на самом деле тоже совершенно неплохо, потому что какие-то несуразно большие степени омеги, они же легко сокращаются, потому что омега в степени n равна 1. Поэтому на самом деле, когда у нас будут появляться степени омеги, по модулю которых надо что-то вычислять, мы это будем делать эффективно. Мы это будем делать эффективно, просто степень мы будем брать по модулю n. Поэтому на самом деле вот это дискретное преобразование Фурье не будет ничем труднее первоначального. Ну вот, и вот в конце это умножение на 1n, это на самом деле оно-то, да, умножение на 1n, это тоже будет степень двойки. Сейчас, нет, 1n, нет, сам себе 1n степенью двойки не будет. Так, нет, она будет степенью двойки, она будет очень большой степенью двойки, поэтому такая большая степень двойки, она, в принципе, по модулю m будет выглядеть как-то некрасиво. Но на нее, тем не менее, можно будет умножать как на большую степень двойки с помощью сдвигов. Поэтому на самом деле вот этой операции, они не потребуют рекурсивных вызовов. Впрочем, если бы они потребовали, то это не ухудшило бы асимпатическое время работы, потому что их всего n штук. Ну вот, а что теперь в результате получается? Как это дело работает? Я думаю, что лучше всего я разберу пример, потому что записать все это в виде значков, это задача не очень легкая, на самом деле это, по-моему, никто обычно и не делает. Просто это действительно довольно тяжеловесная штука. Да, поэтому я вот сейчас разберу, как это работает на примере. И на самом деле стоит сказать, что этот алгоритм, он становится лучше, чем карацуба, только уже для очень больших значений. Поэтому на самом деле пример, на котором бы он работал осмысленно, его ни на какой доске не уместить. Поэтому пример будет такой немножко надуманный. Я бы даже сказал, мне придется кое-что упростить по дороге, потому что для того, чтобы вообще этот алгоритм, чтобы ему хватило величины констант, для которых он задается, вот этих, К, Н, М, то для того, чтобы их ему хватило, числа потребуются настолько большие, что, опять-таки, этот пример никто никогда не разберет. Насколько я понимаю, в практических реализациях для быстрого умножения он используется при десятках тысяч разрядов. До этого этот алгоритм просто смысла не имеет, а при десятке разрядов он просто формально неприменим. На самом деле, да, для каких-то примеров он оказывается применим, вот по какой причине, что главное ограничение этого алгоритма, который требует гигантских констант, это то, что надо, чтобы здесь не было переполнения. Ну вот, я приведу пример, в котором переполнения не возникает, хотя константы недостаточные. Ну вот, такой пример можно разобрать на доске, вот для этого-то я его и приведу. Так, хорошо, значит, что у нас есть? Да, у нас есть вот этот первообразный корень n-ной степени из единицы. Мы, соответственно, рассматриваем, да, да, мы рассматриваем кольцо по такому модулю для данных n и k. Ну вот, давайте посмотрим пример вообще существования такого первообразного корня из единицы. А пример будет такой. n8, k8. k8, это значит, что у нас кольцо по модулю 257. m это 257. Так, а теперь, собственно, первообразный корень n-ной степени, восьмой степени из единицы, это будет 2 в степени, 2 в степени 2, это будет 4. Ну вот, собственно, какие у него будут степени, если вы будете возводить в, так, значит, его до восьмой степени, восьмая его степень, это, так, сейчас... 4, 4, конечно, почему он написал 2. Да, значит, 4 в четвертой степени, это 256, а 256 это минус 1. Соответственно, 4 в восьмой степени, это 1. Да, ну и понятно тоже, что какие будут степени. Это будет 4, 16, 64, минус 1, минус 4, минус 16, минус 64, 1. Да, поэтому, собственно, он... Ну да, делитель нуля тут никаких не предвидится, потому что 4 и 257 взаимно простые. Так, значит, и теперь что еще будет? Будет то, что... Ну да, то есть то, что это первообразный корень, это у меня все без доказательства. Ну да, а в данном случае... В данном случае n8 это обратимый элемент, и обратный к нему элемент будет... А вот какой он будет? Он у меня где-то даже посчитан. Да, кстати, давайте обратный элемент посчитаем. Это интересно, потому что... Потому что от этого зависит, собственно, именно вот умножение на этот обратный элемент. Чего в нем хорошего? То есть на самом деле, если просто записать обратный элемент... Да, я его все-таки запишу. То есть просто 1 восьмая в этом кольце... Это будет... Это будет... Это будет 225. Ну да, в общем, такое на вид не очень хорошее число, и, казалось бы, на него умножать не очень удобно. А чего в нем, собственно, хорошего? Так, значит, что можно записать? Во-первых, если 2 в восьмой это минус 1, это значит, что 2 в шестнадцатый это 1. Это вот некоторые рассуждения. Значит, 2 в шестнадцатый это 1. А теперь мы знаем, что 8... Так, значит, 8 мы возведем в степень... Так, если мы 8 возведем тоже в степень в шестнадцать, мы тоже получим... Так, сейчас, значит, 8 в степени шестнадцать это 1. Отсюда следует, что 8 в степени пятнадцать это... Это и есть обратный к восьмерке. Итак, что такое 8 в степени пятнадцать? 8 в степени пятнадцать это 2 в степени сорок пять. А 2 в степени сорок пять, соответственно, так как 2 в степени в шестнадцать это 1, то 2 в степени сорок пять это 2 в степени тринадцать. Ну вот, то есть на самом деле получается, что умножение на обратный элемент к 8, это всего лишь сдвиг на 13 разрядов. Ну вот, и на самом деле 2 в степени 13 по модулю 257, это должно быть 225, если я нигде не наврал. Ну вот, поэтому-то вот это действие делается без дополнительных рекурсивных вызовов. Так, значит, что дальше происходит? Да, дальше у меня есть большой пример. Так, значит, большой пример будет следующий. Что пусть мы... Так, значит, сколько у меня времени? У меня времени 20 минут ровно. Вот мы как раз и вы успеем разобрать. Значит, в моем примере у меня числа 5, 4, 3, 2, 1, мы умножаем на 1, 2, 3, 4, 5. Так, соответственно, достаточное число разрядов, чтобы где-то разместить результат, да еще степень двойки, это 32. В 32 разряда результат вмещается. Так, далее... Да, а далее я возьму константы, которых на самом деле не хватит для того, чтобы не было переполнения. Потому что для того, чтобы произведение было осмысленным, чтобы вообще эта работа приводила хоть к какому-то уменьшению числа разрядов, это число разрядов уже должно быть огромным. На самом деле, как это делается? Как я говорил, мы рекурсивно применяем тот же алгоритм для покоординатного умножения дискретных преобразований Фурье. Но мы его применяем рекурсивно только в том случае, если числа остаются гигантскими. Когда числа становятся разумного размера, мы уже умножаем их тем же Карацубой. На самом деле, есть немного улучшенный вариант Карацубы, он-то для этого используется. Да. Хорошо. Поэтому, на самом деле, для таких маленьких чисел это все применять никогда не нужно. Но, тем не менее, мне хочется как-то это проиллюстрировать, поэтому я возьму константы, которых в общем случае не хватит, но вот здесь конкретно их хватит. Поэтому константы будут какие? А вот эти будут константы. То есть n8, k8, m257 и первообразный корень 4. Так, поэтому первое, что мы делаем, это мы преобразуем эти числа в вектора длины 8. Что получается? Что 5, 4, 3, 2, 1, это 13 на 16 в кубе плюс 5 на 16 в квадрате плюс 3 на 16 плюс 1. Да. Откуда взялось число 16? Потому что мы делим, значит, мы делим r разрядов на n умножить на l. l это количество разрядов в каждом блоке. Вот у нас будут блоки по l, и этих блоков будет n штук. И далее, соответственно, если у нас r 32, а n у нас 8, то l это 4. Поэтому получается, что в каждом элементе, да, то есть в каждом разряде у нас будут числа от 1 до 15. То есть, на самом деле, мы перевели его в 16-ричную систему счисления. И вот в ней-то все и будет происходить. Ну вот, значит, 5, 4, 3, 2, 1, да. И что это такое? С точки зрения дискретного преобразования Fourier, это будет вектор 1, 3, 5, 13 и 4, 0. Точно так же мы преобразуем 1, 2, 3, 4, 5. Это я сразу напишу вектор, поскольку ничего интересного здесь нет. Это будет 9, 3, 0, 3 и 4, 0. Так, хорошо. Значит, на самом деле, почему этих чисел недостаточно? Почему этот пример, он только вот, так сказать, некоторая действующая модель далеко не в натуральную величину? Потому что, на самом деле, что нам нужно, чтобы не было переполнения? Нам нужно, чтобы в каждом разряде у нас... Так, значит, нам нужно, чтобы в каждом разряде... Так, самая большая сумма у нас будет размера максимум... Ну да, 16-ти ричные числа у нас до 4-х разрядов, поэтому максимум будет 4 разряда в сумме. То есть, 4 произведения. Это значит, будет сумма 4-х чисел, каждая из которых произведение двух... Это самое, двух 16-ти ричных цифр. А две 16-ти ричные цифры это 15 в квадрате. То есть, то, что получается, оно существенно больше, чем m. Поэтому, на самом деле, переполнение здесь возможно. Но переполнение не получится в том примере, который я привожу. Так, хорошо. Значит, вот такая штука. Да. А так, в принципе, чтобы это все точно работало, надо взять, чтобы это никогда не достигало m. На самом деле, там есть некоторые дополнительные ухищрения, которые позволяют еще и вот эти разряды эффективно использовать. Но это как бы... Как бы рассказать еще и об этом, это будет слишком сложно. Поэтому это действительно немножко упрощенная модель алгоритма. Так, хорошо. Что дальше происходит? Дальше мы для каждого вектора вычисляем дискретное преобразование Фурье. Да. По основанию... То есть, по, собственно, с использованием корня 4. И вот для первого оно там какое-то будет 21, 138 и так далее, 207. В общем, я его посчитал. И для второго оно тоже будет. Это будет 15, 213 и так далее, 62. Так, хорошо. А следующее, что мы делаем? Мы должны их покомпонентно перемножить. И вот здесь-то в общем случае используется рекурсивный вызов того же алгоритма. Вот, допустим, 21 умножить на 15. Как раз хорошие здесь числа получились. Если мы возьмем 21 и умножим на 15, то это будет 210 плюс 105. Это будет 315. А 315 мы возьмем по модулю 257 и получим 43 плюс 15, 58. Ну, должно вроде получиться 58. Оно получилось? Получилось. Хорошо. Так, а дальше мы, собственно, получаем из этого покомпонентного произведения новый вектор, 58 и так далее. И к нему применяем дискретное преобразование Фурье с первообразным корнем 4 в минус 1. А 4 в минус 1 на самом деле... Да, что такое 4 в минус 1? 4 в минус 1 это 193. Ну, тоже, ну, 192 плюс 1, в общем, это не такое страшное число, но тем не менее, да, хочется на него тоже эффективно умножать. Но эффективно умножать на него можно совершенно по тому же принципу, который я объяснял в случае n. Тут важно, что это число обратное к степени двойки. Оно само степень двойки, поэтому можно на степень двойки умножать с двигом. А число разрядов мы точно так же будем брать по модулю 16. Ну вот, поэтому на самом деле... Поэтому на самом деле, да, это дискретное преобразование Фурье будет также лихо умножать на степени обратного элемента к омеге с двигом. После чего оно чего-то посчитает, а то, что оно посчитает, это будет вектор 72 и так далее, 55, 0. Вот это получится дискретное преобразование Фурье. Да, собственно, обратное преобразование Фурье к вот этому. Хорошо, значит, 72, не 7 в квадрате. А теперь мы от них должны опять считать, то есть умножать их на элемент обратный к восьмерке на 225. Но это умножается с двигом на 13 разрядов и, соответственно, использованием, да, и взятием по модулю 257, что легко делается. После чего получится число, да, это мы умножаем на 1 восьмую и получаем 9, здесь действительно 9, да, 30. 30 и так далее, 39, 0. Ну вот, по компоненту это умножается. А это, собственно, есть правильный ответ, это я проверил, оно действительно работает. Ну вот, почему оно работает, потому что на самом деле здесь нигде нет переполнения. Здесь просто не такие большие-то числа, и их хватает модуля 257. Ну вот, теперь, собственно, да, пример я более-менее рассказал. Теперь надо объяснить, почему это дело, собственно, работает за обещанное время. Так, за обещанное время оно работает следующим способом, что вот у нас, допустим, есть r-разрядные числа. Так, тогда, соответственно, у нас это r делится на корень из r блоков по корень из r-разрядов. Так, значит, корень... То есть тогда n это корень из r, примерно. Это размерность векторов для быстрого преобразования Фурье. А m тогда, соответственно, будет примерно 2 в степени корень из r. То есть на самом деле k это тоже будет примерно корень из r. Да, так, чтобы... Ну да, то есть на самом деле, да, m должно быть немножко больше, чтобы здесь не возникало переполнение. Ну, примерно оно будет таким. Так, хорошо. Значит, дальше что с ним происходит? Дальше... Так... Дальше мы вызываем... Да, у нас работает быстрое преобразование Фурье размерности корень из r. Что оно делает? Оно работает за время корень из r, логарифм корень из r действий в кольце... Так, значит, действия... Какие это будут действия? Давайте лучше действия причислим, потому что действия я здесь записывал. Итак, собственно, столько будет сложений. Так, столько будет сложений. А, соответственно, сложения... Сложения будут... Так, а что будут за сложения? Так, значит, корень из r, умноженный на логарифм корня из r, столько сложений. Так, затем будут умножения... Да, и столько же будет умножений на омега в степени и. Так, а затем, кроме этого, будет, собственно, рекурсивный вызов всего вот этого за... Так, значит, n раз, то есть корень из r раз будет... Вот так, давайте это запишем как какое-то время t от r. Так, и чему, собственно, равно t от r? Так, значит, t от r будет равняться следующему... Так... Во-первых, у нас будет, собственно, работать... Так... t от r. r. Это... Так, сейчас. Значит, t от r. Это если у нас r-разрядные числа. Для r-разрядных чисел само по себе... Так, значит, сколько оно будет работать само по себе? И... Сейчас. Так. Так, сейчас. Что-то я запутаюсь. Так. Ну да, то есть... Ну да, то есть общая идея такова, что корень из r мы можем извлекать только логарифм логарифм n раз, пока наконец не дойдем до донизу. Поэтому отсюда получается множительный логарифм логарифм r. Да, логарифм логарифма r должен возникнуть. Так. А сперва у нас... Так, значит... Так. Сейчас. Значит, еще раз. Сколько времени... Да, у нас вот такие операции. Корень из r. Логарифм корень из r. И каждая такая операция над... Она работает над числами размера корень из r разрядов. То есть она сама по себе занимает корень из r. Вот что сложение, что умножение на степень омеги, они линейны относительно числа разрядов с тем, с чем они работают. Поэтому на самом деле здесь получится... Ну вот это на самом деле это O от r логарифм r. А кроме этого... То есть это я оценил все действия, которые здесь выполняются, кроме вот этих умножений. То есть это полноценные умножения, их надо считать отдельно. А вот для них мы рекурсивно вызываем такую же процедуру. И это получится плюс t от корня из r. Ну вот. И это можно вычислить, чему это все равняется. Это значит, что t от r это сумма по всем уровням рекурсии. Так, значит, а какая глубина рекурсии? То есть у нас на каждом шаге вычисляется корень из r. Это значит, что логарифм на каждом шаге уменьшается вдвое. А логарифм уменьшается вдвое, это можно делать, собственно, логарифм раз. Поэтому получится, что глубина рекурсии логарифм-логарифм r. Так, тогда, значит, это у нас будет сумма r логарифм r для... Так, значит, r... Сейчас, значит, это даже не r. Это r в степени... Так, каждый раз мы берем корень. То есть это r в степени i. Так... r в степени 1 на 2 в степени i. Логарифм r в степени 1 на 2 в степени i. Так, что-то вот такого типа получится. Так... И, соответственно... Так... Но это можно вынести. И это получится... Да, а сумма всего от нуля... Здесь просто r на внешнем уровне. До... Логарифм-логарифм r. Вот такая штука получается. И эта штука будет оцениваться сверху как... Так... Не более чем следующее, что у нас получится... Так... Значит... Так... Число вызовов... Так... Значит... Сумма этих... Так... Как это будет... Сейчас... Это будет... Эти r... Так... Сейчас... Что-то у меня не так получается... Так... Значит... Что-то у меня не так получается... Так... Что-то у меня не так получается... Да, простите, я просто вот совершенно безобразно все считаю. Да, а сколько у нас на каждом уровне, сколько раз это дело вызывается? Так, сейчас это надо все без ошибок сделать. Так, потому что я здесь неправильно посчитал, сколько их будет. Здесь надо умножить на мы столько раз вызываем этот алгоритм, сколько у нас корень из r, вот даже так. Так, поэтому на самом деле число вызовов будет множиться, и поэтому получится, да. Так, это тогда сумма вся совершенно бессмысленная. Так. Так, число вызовов будет множиться, поэтому мы должны получить, собственно, да, t от r. Это значит, что сумма по i от нуля до логарифма логарифма r. Так, здесь будет, что вот это время мы должны сосчитать, так, это будет r в степени 1 на 2 в степени i умножить на логарифм r в степени 1 на 2 в степени i. И все еще это умножается на вот эту сумму, на то, сейчас, на то, сколько раз эти вызовы делаются. А вызовы делаются следующее количество раз. r. Так, значит, число вызовов на корень из r умножается для каждого i. То есть, это получается r в степени, так, r в степени, сейчас. Так, значит, это корень из r, он умножается на корень из корней из r. То есть, значит, r это корень из r. Он умножается на корень из корней из r. И так далее. Единица на 2 в степени i. Вот столько раз это делается, потому что я умноживаю эти множители, то есть я их применил на глубину рекурсии. Вот получилось такое произведение разных степеней r. Это вот этот r, это вот этот коэффициент, который я забыл с первого раза. А здесь логарифм степени, да, потому что при рекурсивном вызове r, из него будут браться корни, вот это и есть и корней, взятых из r. Это вот корень будет навешиваться вот на всю эту штуку. А, ну да, здесь на самом деле на единичку меньше, если строга. Так, да, потому что здесь, да, здесь получится так. Если и равное... Нет, сейчас, если и равное нулю, то это здесь единичка, здесь плюс один. Хорошо, значит, вот так это получится. А это, соответственно, штука. Так, значит, сейчас это будет... Так, и что у меня из этого получится? Так, это получится... Где-то что-то близкое к единице. Так, то есть это будет что-то вроде r. Сейчас. Оно еще... К нему еще вот это прибавится. Поэтому на самом деле все вместе это будет как раз r. Это будет логарифм с каким-то коэффициентом. В общем, так вот и получится, что то, что я хотел, r умножить на логарифм r и умножить на глубину рекурсии логарифм логарифма r. Ну вот, вроде бы что-то близкое получилось. Да, конечно, это надо было бы получше проверить. Но вот оно у меня сейчас в таком состоянии. Так, значит, у меня, собственно, времени совсем не осталось. Давайте скажу последнюю вещь. Ну, собственно, этим я хотел закончить, потому что мы начали алгоритмы с быстрого умножения, только совсем комбинаторного, и закончили вот таким алгебраическим быстрым умножением, за которым, ну, кроме алгебры, которые, да, есть действительно интересные алгоритмические идеи, потому что быстрое преобразование Фурье – это сам по себе действительно великолепный пример успешного алгоритма для решения чего-то. И да. Кроме этого, быстрое преобразование Фурье, ну, еще очень полезно для обработки сигналов, поскольку если его делать над комплексными числами, то по формуле Эйлера можно легко увидеть там синусы и косинусы, на которые, собственно, если вы глядите на обратное преобразование Фурье, фактически вы через косинусы и синусы с разными периодами разлагаете данную функцию. Поэтому, на самом деле, в этом есть, собственно, какое-то разложение по частотам, и поэтому это используется везде, где частоты возникают. То есть, на самом деле, там есть вариант быстрого преобразования Фурье, то есть дискретного преобразования Фурье под названием дискретное преобразование косинусов, но это, по существу, небольшой вариант того же вычисления, уже без такой алгебраической основы, но зато вместо комплексных чисел там действительные, и вместо, соответственно, эти и синусы исчезают, остаются только косинусы, и получается разложение функции на косинусы с разными периодами. И это полезно для обработки сигналов, вот в частности, когда вы видите там анализатор спектра в каком-то музыкальном проигрывателе, это работает именно дискретное преобразование косинусов, разлагающий сигнал на частоты. Ну вот, но, собственно, говорить об этом, это явно уже не моя задача. У вас, я думаю, в анализе Фурье в пятом семестре что-то на эту тему будет, то есть, кроме чисто математического анализа, будет еще и вот такой дискретный вариант. Да, а мы так закончили с основным обзором алгоритмов. На этом, собственно, у меня все.